Господь, я благодарю Тебя, Боже, за всех людей, которые здесь присутствуют, Господь. Мне так хорошо было, приятно все слушать, узнавать про жизни других людей, Господь, и как Ты рядом с ними находишься, как Ты их поддерживаешь. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, это истина, это правда, у меня прям сердце радуется, Господь. И я прошу сейчас, чтобы Ты благословил, чтобы Ты очистил уста, Господь мой, чтобы мочь говорить о Тебе, Боже, чтобы сердце было чистое, и сердца тех людей, которые будут слушать, чтобы они были готовы воспринять, и чтобы они восприняли только то, что нужно воспринять, только то, что от Тебя, Господь. Я прошу Тебя об этом. И вся слава, она принадлежит Тебе, Господь. И дело не в том, какая я, Господь, и дело в том, какой Ты, Господь. В этой всей жизни моей, Боже, пусть Твой свет сияет, Господь, и пусть имя Твое славится, Боже, сейчас. Если это нужно, Господь, для Тебя, то, ну, вся я принадлежу Тебе, и поэтому, ну, и уста мои тоже, поэтому, да, славится имя Твое, Господь, сейчас. И чтобы возвестить свидетельство мое о работе, Господь, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Ты муж к чаю? Нет. Спасибо большое. Ну, к Богу я пришла примерно два года назад, ну, вернее, путь, наверное, начинался до этого, но так, чтобы я прямо столкнулась с церковью, это было два года назад, и, ну, Бог сразу начал действовать во всех областях моей жизни, и, ну, настолько мощно, настолько быстро, настолько неожиданно, то есть, ну, это было, ну, сверх, естественно, это было сверх каких-то возможностей, я не знаю, почему в моей жизни так происходит, но, наверное, один из тех вариантов, чтобы я потом говорила о Боге, о Его славе. Вот. Бог, ну, и свидетельство о работе, это свидетельство, которое для меня является на месте пятом, потому что, ну, что Бог произвел в моей жизни. То есть, ну, там, отношения с Богом, отношения в семье, в будущее, отношения в церкви, служения, то есть, это гораздо более значимые для меня вещи, чем то, что происходило с моей работой, но они более глубокие, что касается работы, это более явные такие, ну, чудеса, они очень значимые, я очень благодарна Богу за них, но это вот самое такое, наверное, явное, что можно сказать, что нельзя приписать каким-то человеческим, ну, как бы, достижениям, потому что это действительно, ну, сверхъестественно. Вот. Потому что это вот Бог так решил. Ну, вот, начнем с работы. Наверное, я как будто же над ГИФИ начинала. На самом деле, для меня это становится в какой-то пазл, потому что до того, как рассказывать, ну, я просто жила и не думала об этом. Ну, как бы, то есть, я думала об этом, но я не составляла это в целую историю. И сейчас, когда я вот думала, что мне говорить над ГИФИ, ну, как-то у меня, у меня у самой как-то все структурировалось более-менее. И, наверное, я начну с того, что, когда я училась на шестом курсе мед. университета, на педиатрическом факультете, я полностью была разочарована в медицине. Я не хотела вообще, ну, никуда двигаться. Я хотела забрать документы. У меня осталось полгода закончить университет. И я собиралась забрать документы, причем совершенно серьезно. Потому что меня предупреждали о том, что такая, какая я есть, я не вписываюсь в систему здравоохранения, которая есть. Меня не устраивала система здравоохранения, которая есть. И, как бы, у нас были, ну, то есть, стычки, и я была разочарована в медицине. То есть, мне казалось, что мы должны спасать жизни, там, ну, а потом, как бы, приходит разочарование. Наверное, это разочарование у меня с курса 2-го, 3-го началось. И на шестом курсе оно просто мне вот стало поперек горла. Может, там был супрепод, это медики, да, которые действуют? Медики, да. Там было много вещей, с которыми я была не согласна. Может быть, из-за своего, как бы, ну, такого бунтарства. Ну, хотя я никогда не была откровенным, как бы, таким. Но мне, ну, мне не по душе было то, что они говорили, я не понимала, как, ну, можно вот так быть, да. Вот, как бы, ну, из этих вещей исходить. И, ну, и были люди, которые мне говорили, что я не выживу. Ну, я не выживу, и мне лучше, ну, как бы, даже не пытаться. Ну, то есть, мне либо нужно изменить себя, чтобы мочь работать в такой системе, либо, ну, как бы, либо она меня сломает. Осталось, ну, как бы, и мне было страшно. И я собиралась забрать документы на полном серьезе. Ну, как бы, оставалось полгода, ну, это было странно, да. Ну, мне было уже все равно, то есть, ну, зачем заканчивать, если ты не будешь все равно в медицине. Вот, и я собиралась забрать документы, но в этот момент я уже общалась с Рахимовыми и Тимур, а, ну, для меня лидер церкви, да, лидер, ну, домашней церкви. Вообще, ну, мужчина, которого, ну, ну, не мужчина, как бы лидер, которого поставил Бог, Бог поставил, да, в церкви, он имеет определенную власть, ну, так как пастор. И я выбрала для себя, что я буду его слушать, чтобы, ну, как бы, то есть, я буду очень сильно прислушиваться к его мнению, потому что, ну, не зря Бог его поставил, и это один из способов понять, что хочет Бог в моей жизни, вот. И Тимур мне говорит, ну, блин, Анисона закончил полгода, осталось вообще, ну, то есть, ну, а надо сказать, что первое, к кому я пришла, это был Тимур с Ириной, и как-то мы сначала начали заниматься по Библии, и потом очень быстро мы подружились, ну, я не знаю, как они со мной, я с ними очень сильно подружилась, и, ну, они стали для меня очень близкими людьми, и я их очень полюбила. Мы, я не знаю, сколько сотен вечеров просто вместе до утра, до пяти, до шести сидели, болтали, пили чай, то есть, они были действительно для меня близкими, я прислушивалась к их мнению, и, ну, и они, как бы, Тимур говорит, ну, Анис, ну, надо закончить все-таки. Я говорю, ну, зачем тогда, у меня прям было реально сомнение, нужно ли все это делать, и в этот момент они решают взять Мику. Ну, я помню этот момент, что они, она должна была быть здоровой, да, и в этот момент, ну, потом оказалось, что она больна, причем очень сильно, ну, как бы, разные заболевания у нее есть, в том числе заболевания сердца. Ну, я потом еще буду говорить это, это синдром Вольфа Паркинсона Уайта. Ну, да, Оля, что, ты знаешь, только? Вот, я тоже не знала, могу тебе сказать, потому что, когда на один из семинаров я пришла послушать тысячный раз, что Тимур Сарина говорит про семью, вот, Ира с трясущимися руками подошла, дала мне ЭКГ, которая, ну, вот, она говорит, посмотри, что там вообще, что-то серьезное такое. Я смотрю, я понимаю, что я ничего не понимаю, а я уже на шестом курсе училась, поэтому, как бы, ну, это нормально, что мы не знаем каких-то вещей. Я стою, я говорю, Даир, ну, как бы, она переживает, прям видно, как бы, я понимаю, что она хочет от меня, чтобы я поддержала ее. Я говорю, Даир, все нормально будет, как бы. Я потом подняла всех вообще профессоров, которых я знала, чтобы они проконсультировали ее, и они проконсультировали ее. Мы вместе ходили в кардиоцентр для того, чтобы, ну, проверить ее сердце, да, и, а так как она была маленькая, на оперативное вмешательство еще не брали, сказали, терпите, когда ей будет год. Ну, и, в общем, мы как-то, представляете, мы даже забирали ее втроем. То есть, из детского дома мы забирали Тимур, Ира и я. Ну, как-то, ну, это было, ну, как бы, с тортиком там. Я как-то, ну, для меня это было так особенно. И, знаете, она была полностью бол... Ну, как бы, не полностью, у нее было много заболеваний различных, в том числе, там, искривление позвоночника, там. То есть, и все это, ну, лечила я. То есть, я стала личным доктором Мики, ну, можно так сказать. И, как бы, я хотела узнавать все, я читала там, чтобы хоть как-то помочь ей. И, знаете, она была очень благодарна в этом. То есть, я там пять раз массаж ей сделала, все, у нее ровная спина. То есть, ну, как бы, и с точки зрения медицины, да, я прям, ну, как бы, я много консультировалась, и, знаете, я поняла, что педиатрия – это мое. Ну, я не знаю, то есть, мне захотелось, мне прям, мне было ради кого стараться. Это был пик моей, моего, мне кажется, ну, такого ярого служения в медицине, да, когда начались семинары по... я начала читать семинары в церкви по здоровью, когда началось медицинское служение у нас в церкви. То есть, мне хотелось и моглось делать, ну, много, потому что мне было ради кого это делать. Я думала, да какая разница, примут меня в системе или не примут, как я буду работать. Ну, как бы, мне просто нравилось, что я могу помочь, я могу что-то сделать, да, я могу быть полезна. И, ну, для меня это было так важно тогда. И Мика, она стала для меня, ну, одним из... ну, как бы, то есть, до этого я к детям, ну, как к пациентам относилась. А тут, ну, этот ребенок, он стал для меня, ну, я настолько его полюбила, то есть, она стала вообще очень близкой. И в этот момент, ну, как бы, вот так все шло. И потом случилась такая ситуация, что мне нужно было... я заканчивала уже. То есть, я, естественно, осталась в меди и думала, я могу сдвинуть горы вообще. То есть, ну, много что могу сделать в медицине. Вот. И в этот момент, когда я заканчивала, у меня была возможность поступить в несколько очень престижных медицинских учреждений. Одна из них была в Новокузнецке, в Гедуве. Новокузнецк – это там, где живут мои родители. И в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в педиатрическом университете это тоже было очень престижно. Я, как бы, учитывая то, что я была в таком, ну, подъеме, я думала, что я все могу. У меня был хороший бал. То есть, ну, меня везде взяли. То есть, меня взяли и в Новокузнецк, где должно было открыться отделение интенсивной терапии. А мне нравилась интенсивная терапия. Ну, то есть, реанимация. И там супер-пупер какие-то технологии. Ну, то есть, это очень высокий уровень диагностический, которого, ну, наверное, в России пока еще больше нет. Ну, нет. И Санкт-Петербург. Ну, Санкт-Петербург – это просто Санкт-Петербург, да, как бы, ну, там, просто прикольно. Ну, я думала, что зачем мне, в принципе, оставаться в Томске, как бы, ну, если я могу реализовать свой потенциал где-то в более, ну, престижном месте. Вот. Ну, и если быть до конца честно, то просто в Санкт-Петербурге меня еще ждал молодой человек. Вот. И, ну, как бы, и он был очень даже ничего. Вот. И, ну, как-то мне, ну, хотелось в Санкт-Петербург, потому что там все было готово. Ты только приезжай, ну, и, там, свадьба, там, и все такое. Да, как бы, ну, ну, там, это отдельная история, в общем, и, может быть, когда-нибудь я расскажу, и это в следующий раз, да. Вот. И, ну, и представляете, то есть, я подаю документы, да, в два места, и, ну, там, в большой конкурсе меня и там, и там берут. То есть, ну, и, как бы, естественно, Томск на этом плане смотрится, ну, как бы, не очень выгодно, да. И я такая думаю, ну, как бы, думаю, ну, на всякий случай подам документы в Томске, ну, как бы, мало ли. И, ну, а у меня высокий балл был. И я такая думаю, ну, что ли, а там рейтинговая система, думаю, что я буду занимать чей-то рейтинг, ну, надо подать на самую плохую кафедру, да, ну, как бы, на самый низкий рейтинг, который. Ну, и я, соответственно, подаю заявление на самый низкий, на кафедру с самым низким рейтингом, куда даже двоечники не хотят идти. Ну, потому что, ну, вообще, то есть, если у тебя вообще полный крах, да, ты туда идешь. Ну, то есть, это вот так примерно. Вот. Ну, я подаю просто туда, ну, как бы, ну, естественно, поступаю туда. Такая, ну, уже остается несколько месяцев до окончания университета, и я такая думаю, ну, и, знаете, начинаются у меня сомнения. То есть, я начинаю переживать по поводу того, что, ну, начинаю молиться, и мне кажется, что что-то не так. То есть, ну, что, как бы, вроде как бы хорошо Новокузнецк, вроде как бы хорошо, ну, как бы, ну, вот, в общем, много сомнений у меня было по поводу того, что я не знала, как я буду там духовно. То есть, я не знала, в какую церковь я пойду, я не знала, что мне делать, и, ну, то есть, и вообще, как бы, парень был не христианином, и, ну, как бы, а мне казалось, что, ну, только он на мне женится, он сразу крестится. Ну, бывает, как бы, вот, но это было, как бы, ну, у меня были сомнения, вот, и, ну, еще, как бы, и вот все это идет, и я понимаю, что, как бы, Бог, ну, я молюсь, и понимаю, что Бог хочет мне что-то сказать, но я настолько уже, ну, написала свой план, да, вот, идеальный, как, вот, где я буду, ну, я написала его в Санкт-Петербурге, потому что я думала, я поступлю на такую кафедру, там будет, я выйду замуж, и вот, ну, оно счастье, которое меня так долго ждало, да, вот, и, ну, в общем, проходит какое-то время, я понимаю, что что-то не так, что, ну, наверное, Бог не хочет, чтобы я куда-то делала, я не знала, что, что делать, и в конце концов, а Тимур до этого сказал, типа, Аниса, езжай, я вообще классно, у тебя будет все, у тебя там все получится, и, короче, и проходит время, вот, понимаете, вот, уже скоро, уже уезжать, мне, ну, как бы, я уже, мне негде жить, потому что я уже, как бы, у меня вещи все раскиданы по друзьям, то есть, ну, я уже чуть ли не собираюсь покупать билеты, уже все знают, родители радостные, что я уезжаю в Санкт-Петербург, как бы, они хотели, чтобы я, ну, либо в Новокузнецк, либо, как бы, к ним, да, либо в Питер, ну, как бы, в Топск, что я останусь, ну, никто из них даже, ну, и не тут будет, да, 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 вот, и, ну, и еще был очень серьезный момент, из-за которого я не хотела уезжать, потому что для меня была очень близка Мика, то есть, ну, как бы, когда ты теоретически представляешь о том, что ты уезжаешь, ну, как бы, тебе классно все, но когда я поняла, что я, мне придется уехать от тех людей, которых я уже люблю, и я уже не буду их видеть так часто, да, то мне стало как-то больно, и, ну, я вот, начала сомневаться, ну, и потом, короче, ну, сразу скажу, я буду, наверное, много говорить о том, что Бог говорит мне, ну, как я понимаю, что Бог говорит мне? Это когда в слове нет противоречия, да, тому, что происходит, это когда кто-то, ну, в личной молитве, ну, то есть, я слышу, как бы, откровение, да, от Бога, что вот это вот, ну, что Он хочет этого, третье, это когда обстоятельства, ну, нет, третье, это, наверное, когда кто-то из церкви, кого я спрошу, христианин, человек Божий, говорит мне что-то. И четвертое, это когда складываются так обстоятельства, потому что Бог сильнее всех обстоятельств в моей жизни. Если все эти четыре пункта совпадают, значит, я сто процентов уверена, что это воля Бога. Все, то есть я это делаю вообще, не понимая, может быть, многих вещей, но я это делаю. И вот, представьте, вот по этим пунктам, то есть меня созывают лидеры и такие говорят, они с этой не едешь. Ну, например, нет, они сказали так, ты, конечно, взрослая девушка и ты сама, но как бы нет. Ну, а для меня Тимур был такой авторитетный, ну, блин, Алекс еще, который я вообще не знаю, пришел и мне сказал там, ну, я начала реально думать, что мне делать. И, ну, я молилась долго, я поняла, что Бог хочет, чтобы я осталась в Томске. Хоть это самый дурацкий вариант, который вообще может быть. Я хорошо знала плоды жизни без Бога, то есть, ну, что может быть самый крутой вариант, но если там не будет Бога, он обратится в самое вообще, ну, плохое. И тут, как бы, ну, вот такой вариант. Ну, смешное в том, что, понимаете, я осталась на самой дурацкой календре в университете. То есть, хуже придумать ситуацию было сложно. Вот. И, ну, я решаю оставаться в Томске. Было очень сложно объяснить, что в Питере, как бы, что, почему я это делаю, а и моим родителям, которые вообще в шоке, что происходит. Ну, помимо того, что их ребенок, да, ходит в какую-то секту, он еще и христианскую, учитывая, что они мусульман. То есть, это вообще, ну, было просто, ну, как бы, как бы, да, они вообще, ну, как бы, были очень удивлены, ну, если это можно так назвать. Ну, как бы, то есть, это было вопреки им, их мнению, вопреки их желанию, вопреки желанию многих людей, как бы, но я просто поняла, что так хочет Бог. И, на самом деле, я считаю, что это одно из самых правильных решений, которые было в моей жизни. Вот. Ну, и все, получается, я остаюсь в Томске. Ну, я решаю, что я остаюсь в Томске, и потом, ну, то есть, я уже поступила, и у нас выпускной. Это один из самых сложных моментов, наверное, ну, в моей жизни был выпускной, ну, представляете, 28 июня я такая стою там в торжественном зале, читаю клятву российского врача, что я буду хорошим доктором, ну, то есть, я такая на позитиве, да, что я в медицине много что смогу вообще, и что это все не зря, что я не зря училась, что я смогу применить себя где-то. Я читаю клятву российского врача, потом он, ну, до этого мне позвонил Тимур с утра, в мой выпускной, и говорит, что-то Мике плохо. Я говорю, ну, там, ее тошнит чуть-чуть. Я там ему сказала, ну, до этого, просто, понимаете, она чихнет, и я там. Ну, в смысле, я-то уже знала, что ей полечить, что ей сделать, то есть, я все про нее знала, и, как бы, ну, ее рвет, как бы, я говорю, ну, ты вот это делал. Он говорит, у тебя выпускной сегодня, мне Тимур говорит, я говорю, да. Он говорит, я не буду тебя беспокоить, как бы, ну, давай, там, как бы, проводи время. Ну, вот, я потом день проходит, ну, как бы, идет, мой выпускной, мама моя приехала. И получается, что происходит, что я вот читаю эту клятву, все в порядке, все хорошо, потом, как бы, торжественная часть, а потом праздник сам был. И между торжественной частью и праздником я звоню Тимуру и говорю, Тимур, ну, че, как вы там, как у вас дела? Тимур говорит, она в реанимации. Я такая, как бы, ну, а я, ну, у меня мышление все-таки медицинское в этом, как бы, я такая думаю, в реанимации ничего плохого случиться не может. Это стабилизация самых сложных состояний, да, то есть, как бы, я знаю тех людей, которые там, я знаю тех врачей, которые там находятся. И я такая думаю, все будет нормально. До этого, мне кажется, я бы вообще подняла всех, кого я знала, чтобы все было хорошо. Я думаю, я говорю, Тимур, все нормально, если она в реанимации, все нормально будет. В общем, потом был выпускной праздник, там, как бы, никто меня не беспокоит. Потом я выхожу, такая думаю, ну, надо же спросить. Как бы, я такая, знаете, в прически, там, в одежде, там, выхожу такая, с праздника, там, музыка стучит. И я звоню Тимуру и говорю, Тимур, как, ну, как вы? И Тимур плачет и говорит, мне позвонили 10 минут назад и скажут, что она умерла. Я просто стою, взято с этим дипломом в дом, вообще, как бы, ну, вообще, я стою и я, ну, я вообще, я думала, что я уже, как бы, прожила до конца эту ситуацию, но, как бы, над ГИФЕ я располагалась все-таки. Вот, ну, я думаю, почему мой выпускной? Ну, как бы, вот, что, нельзя было, ну, там, пораньше, там, или попозже, как бы, ну, и потом я, потом, только через какое-то время, я поняла, что это была такая забота Бога обо мне, она бы все равно умерла. Но если бы я была там, ну, то есть, если бы, ну, я со своей медицинской точки зрения что-то бы сделала не так, я бы вообще никогда не смогла не работать. Ну, как бы, я бы не знаю, как я прожила эту ситуацию, Бог просто изолировал меня настолько от этой ситуации, что я не могу даже сказать, что я виновата в этом. Ну, то есть, как бы, потому что так бы я бы себя, наверное, там, похоронила бы сама, не стеснеть. Вот, ну, и потом был, как бы, были похороны, был, ну, был сложный период, месяц, когда мне любой ребенок вызывал, ну, вот такие вот судороги, когда я смотрела на ребенка и думала, что я никогда в жизни никого ближе к себе не подпущу. То есть, ну, у меня, ну, был, как бы, сложный этап работы со мной. Мой Бог очень нежно все это время, он мне объяснил, и мы потом поехали в Хакассию, и он мне показал, он знал, что мне показать, чтобы, ну, у меня наступило исцеление. У меня сейчас есть небольшая тоска от разлуки с ней, но я все равно продолжаю ее любить и, как бы, помнить о ней, вот. Вот, но, как бы, Бог меня исцелил в том плане, что, ну, вы представляете, а потом работать педиатром после этого всего. Ну, как-то хреново, да, я извиняюсь. Вот, и, ну, и учитывая, что Мика, она умерла по ошибке врачей. То есть, ну, как-то сложно тех врачей, кого я знаю. Может быть, и, как бы, если бы, ну, мир медицинский, он, педиатрический, он очень узок, и я слышала эту историю много раз в том плане, как делать нельзя. Ну, то есть, ну, если это было бы просто абстрагировано, это было бы нормально, но я знала, про кого они говорят, и, ну, мне было сложно. Вот, и, ну, и вот, как дальше работать, да, вот, ну, что дальше делать вообще, как вот, ну, я поняла, что Рахимовы, они для меня были в этом плане большой поддержкой, потому что они решили взять другого ребенка, потому что они говорят, я увидела, что они верят в Бога по-настоящему, они взяли, я знаю, как им больно было, потому что я была рядом с ними в этот момент, и они решили взять другого ребенка, потому что они хотели, чтобы имя Бога прославилось. И я думаю, а я что могу сделать, чтобы имя Бога прославилось в этой ситуации? Ну, и я поняла, что Бог хочет, чтобы я была доктором. Несмотря на то, что, ну, как бы вот такое происходило, естественно, у меня желания большого уже не было это делать. Вот, и, в общем, ну, и я пошла на самую дурацкую кафедру работать. Ну, и мне предложили такую прекрасную должность под названием лаборант, который моет полы раз в неделю. Вот. Ну, представляете, просто разница, да? Ну, прочувствуйте. Как бы я купила себе супершвабру. Серьезно? Да. Я купила себе супершвабру. Ну, как бы я думала, лишь бы мне пока я еще не готова работать прям доктором. Ну, как бы, то есть, а до этого я работала уже на шестом курсе доктором. Так нельзя делать, но, как бы, я уже делала это. И, ну, как бы, я начала там работать в университете лаборантом. И там тоже очень много чудес было, чего меня только не просили в этот момент сделать. Куда я только не делала. Я познакомилась со всеми университетом, со всеми руководящимися должностями в университете. Вот, потому что мне нужно было там с бумажками со всякими возиться. Помимо того, что я, как бы, мыла полы, да? Моя основная деятельность, которая была. Я еще там много всяких документов. Меня попросили попреподавать в университете за этот период. Потом меня еще поставили на должность заведующего отделения. Пока заведующее отделение уехало. Я вообще думаю, вы что еще люди, как бы, что вы делаете? Ну, и вообще все самые, ну, как бы, интересные вещи в моей жизни, я это говорила, на ДГИФе начинаются после слов. Ты же для меня как внучка. Ты же для меня как дочка. Ух ты, какая хорошая девочка. Она такая ответственная. Ну, и что-то в этом духе. И потом поступают предложения, которые, ну, как бы, которые как-то так странно на моей жизни отражаются. Ну, в общем, так я устроилась на работу, на несколько еще работ. Причем я работала, наверное, около месяца. И потом меня спросили, а какая у тебя зарплата? И я поняла, что я не знаю, что я работаю уже месяц. И я не знаю, за какую зарплату я ее делаю. Ну, там было много приколов, на самом деле. Ну, и, короче, и один из таких больших приколов, который, ну, вот, дальше в этой истории будет важен. Мне, ну, как бы, девочка, с которой мы начали снимать квартиру вместе, она говорит, вот ты же, говорит, типа, а до этого еще Тимур мне говорил, ты никогда не думала насчет науки, насчет, там, кандидатской, там, еще чего-нибудь. Я говорю, вот, ну, там, может, когда-нибудь через 20, там, ну, что-нибудь такое будет. Ну, как бы, ну, я так всерьез это сильно не воспринимала. И тут, как бы, девочка, это говорит, знаешь, у нас тут есть возможность, там, ну, одна тетенька ищет, короче. Ну, и я знаю, что ты, как бы, можешь, давай, как бы, ну, встретишься с ней. Я говорю, ну, хорошо. Думаю, ну, может быть, что-нибудь из этого получится. В общем, прихожу и мне предлагают, ну, поймите, просто, наверное, тот, кто не в сфере медицины, он до конца не сможет оценить всю чудесность этой ситуации. Чтобы писать кандидатскую, нужно закончить университет, закончить интернатуру, закончить два года ординатуры, потом поступить в аспирантуру, и только тогда можно будет начинать кандидатскую писать. Это, как минимум, где-то лет, ну, 28, где-то так. Мне 24, и мне предлагают писать кандидатскую. Офигеть. Как бы, ну, и я такая думаю, ну, как бы, ладно, думаю, их там интерес-то в чем, меня столько долго ждать, ну, пока я еще вот это все сделаю, да? Ну, как бы, ну, думаю, ладно, пойду, узнаю. Ну, в общем, прихожу, и оказывается, что это, ну, есть такая тетенька Огородова, она сейчас замминистра образования России, и под ее руководством писать кандидатскую, ну, это вообще круть-кручашная, которая, ну... Это что, путинская, да, путинская такая? Ну, да, примерно, ну, как бы, это вообще было очень круто, и вообще как-то мне предложили, ну, которые на самой дурацкой кафедре, да, вы сидите, полы мои, ну, это как-то вообще, вот, ну, предлагают мне, говорят там, ну, почитая обзор литературы, просто, помните, я говорила, что Бог во всех сферах жизни моей здесь начал действовать, это все было параллельно, очень много всего происходило, и поэтому, как бы, ну, я в конце концов понимаю, что мне нужно читать что-то, а я не могу, у меня было очень тяжелое состояние, ну, как бы, этот период был, вот именно этот период, знаете, вот в Библии есть такие моменты, когда говорят, что ты умираешь, а потом воскрешаешь, ну, воскреснешь. Вот этот момент был моего умирания, это были, это был один из самых сложных этапов в моей жизни, когда мне было так плохо, что, ну, я рада была, что меня никто не видел в этой ситуации, потому что, ну, мне приходилось вставать, улыбаться, но, как бы, когда я приходила домой, я лежала, и мне было больно настолько, что, ну, как бы, я, мне кажется, уже даже не чувствовала эта боль, просто, ну, было очень плохо, Бог, как бы, поднимал такие вопросы, я переживала все самые большие страхи, которые у меня были, ну, и, в общем, Бог чистил меня, и это был сложный период. Ну, и, представляете, ну, и тут какая-то кандидатская там что-то предлагает мне, вот, и, ну, в итоге предлагает, ну, писать, я что-то читаю там, потом понимаю, что, представляете, все мои друзья, которые знают про это, медики, да, они очень сильно хотят, чтобы у них такое было, а мне, ну, без разницы, то есть, как бы, я ничего не делаю в этом, я думаю, ну, какая вот, как собака на сене, ни себе, ни людям, думаю, я просто подойду и скажу, я ухожу, ну, в смысле, пусть кто-нибудь другой пишет эту кандидатскую, и я решаю, что я так делаю, ну, и все, и, в общем, решаю. И в этот момент, вот, я сижу за столом, и я решила это, в этот момент звонит телефон мне, а, вот, как бы, нет, вот, просто прикол был, когда мне предлагали эту кандидатскую, мне говорили, это твой единственный шанс в жизни, такого в жизни не бывает, ты даже не представляешь, как тебе повезло, то есть, ну, и вот много-много вот таких вот, ну, как бы, слов, да, что вот, это вообще суперкруто. Ну, представляете, я решаю, что я отказываюсь, я беру трубку, и мне звонит профессор с моей кафедры, с самой вот этой дурацкой кафедры, и говорит, Аниса, ты не представляешь, это единственный шанс в твоей жизни, такого вообще больше не бывает, ну, и, представляете, прям по тексту, все такое, и она говорит, я предлагаю тебе писать кандидатскую. Я такая, ну, как бы, ну, я думаю, вот, у меня сразу мысль, как ей объяснить, что я только что, только в шансе решила отказаться, ну, и она мне так и говорит, а почему ты не в восторге? Ну, и она говорит про кардиоцентр. Кардиоцентр – это один из самых престижных медицинских учреждений у нас в Томске. У нас считалось, что санитаром в кардиоцентре работать престижнее, чем доктором в поликлинике. То есть, это было очень круто, и мне предлагают писать кандидацию с кардиоцентром. То есть, ну, как бы, это вообще вот так. Ну, и в конечном счете, я такая говорю, ну, как бы, я не знаю, что вам сказать. Поэтому, ну, то есть, трубка, вот она говорит мне, я говорю, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Она говорит, я ничего не поняла, ну-ка, быстро ко мне, типа. Ну, я не ожидала от тебя такой реакции. Ну, как бы, ну, я думаю, ну, да, в принципе. В итоге я прихожу к ней, она такая, в чем проблема? Ну, как бы, то есть, ты не понимаешь, кто к тебе обращается, ну, там, элита общества, там, кто к тебе обращается, к тебе, к лаборанту. Ну, я сижу, думаю, ну, как бы, ну, ладно, там. Ну, и она, а эта женщина такая странная, она, в общем-то, говорит, я не скажу тебе тему. Я ей рассказываю ситуацию, что я вот только что отказываюсь от одной работы. Она говорит, я огородовую дорогу переходить не буду, поэтому, короче, давай решай вопросы с ней, а потом соглашайся со мной. И, говорит, ты очень быстро защитишься, все у тебя будет хорошо, давай, как бы, это. Она говорит, ну, ты должна, типа, радоваться, что тебя аж два человека заметили. Я думаю, да, вообще, как? Меня аж два человека заметили. Ну, как бы, я так и думаю, ладно. Ну, и в итоге вот они мне предлагают, я в итоге отказываюсь от той работы, соглашаясь на эту. Ну, как бы, и мне, ну, она говорит, я тебе тему не скажу, потому что это патента охраны. Патента охраны, это значит, что никто в мире этого еще не делал. Никто, то есть, как пишется кандидатская, то есть, анализируются полученные уже данные, а потом пишется, что часть свою, а тут вообще никто этого не делал, то есть, в мире это, ну, никто не открыл еще этого. И, как бы, и поэтому мне такие, ну, типа, тема секретная. То есть, я не могла до официального утверждения говорить про эту тему вообще. И, ну, то есть, я, и когда я уже согласилась, ну, согласилась на эту работу, она мне рассказывает эту тему и говорит, на тебе список литературы, почитай. Дала мне 50 статей на английском языке, по кардиологии, несколько статей на итальянском и что-то на корейском. Это единственная литература, которая была вообще. То есть, ну, и не по этой области, а которая, ну, смежная, да, то есть, ну, как бы, по этой вообще никто еще ничего не писал. Вот. Проблема большая в чем? Я не знаю кардиологию вообще. То есть, я только что закончила университет. Ну, тот, кто знает в медицинском, это вот, ну, я вот говорила на Гифе, как в чаях разбираться. Есть черный, есть зеленый, да, как бы, это все, что я знаю про чаи, да. А, как бы, а настоящий, ну, кто знает, да, он знает, где она растет, там, где, там, как она выращивается, высокогорная, там, низкогорная, там, или еще что-то. Вот эти тонкости, ну, вообще не знаешь, да, как бы. И, ну, и мне предлагают писать кандидатскую по кардиологии на английском. Английский я не знаю вообще. Ну, английский это ноль полный. Ну, то есть, как бы, ну, реально, то есть, мне не дали красный диплом, потому что я тройка по английскому. Я вообще его не знаю. Вот, ну, и, как бы, прикиньте, мне дают 50 статей на английском по кардиологии. Говорят, почитай, через две недели придешь и расскажешь. Две недели. Нет, ну, вы знаете, как бы, стресс для меня. И я говорю, хорошо. Хожу такая, и просто, ну, как это часто бывает, я к Тимуру, Тимур, что мне делать вообще? Тимур просто гениальнейший, видишь, мне предлагают, говорит, ты на картинки смотри. Ну, может быть, что на картинках что-то понятно будет. Ну, представляете, ну, английский, кардиология. Я уже про корейский вообще молчу. И потом мне нужно обзор литературы, да, доложить им, что я поняла и слушать. И, как бы, и, представляете, две недели идет, меня вот так колбасит, мне так плохо, ну, параллельно там много чего происходит, более глубоких и более сложных для меня вещей, чем вот это. Еще вот это какая-то фигня ко мне перестала. Ну, и я такая сижу, думаю, как мне это делать? Я сижу на картинке, смотрю, а там их не так много. Я думаю, что мне делать вообще? И проходит две недели. И я звоню этой своей научной руководительнице и такая говорю, как бы, думаю, как бы ей сказать так. Она такая, ты готова? И я к своему удивлению говорю, да, завтра приду. Она такая, говорит, хорошо, жду. Я сажусь, и у меня реально, я ничего не понимаю, представляете, ничего не знаю, что они там хотят. И я такая сажусь, я просто сажусь и молюсь. Я говорю, бог, пожалуйста, я не знаю, что мне делать. И в итоге я прочитаю одну статью, и я понимаю, что нужно вообще все. То есть, ну, прочитаю одну статью все. Прочитав на русском языке, одна была на русском языке, обзор какой-то там вообще. Ну, я понимаю, что они хотят, потом смотрю английские термины какие-то знакомые же стали. Ну, и понимаю, что как бы в принципе, в общем, что они хотят от меня вообще получить. Я прихожу такая, говорю, она такая, ты готова? Я говорю, да? Ну, это вообще капец. Вам уведомо. Да. Она такая, говорит, на тебе, ну, такая там спросила, она, говорит, тебе еще столько же. Я говорю, спасибо. Ухожу. Думаю, ладно, что делать теперь. Ну, как бы, ну, и вот так, в общем, идет какое-то время, и она мне говорит, знаешь, в мае, а это было где-то уже сентябрь, октябрь, ноябрь, наверное, прошлого года. Прошлый год это было. В ноябре она такая, говорит, знаешь, в мае будет международная конференция, на которой ты едешь выступать с обзором той литературы, которая есть на английском языке по кардиологии. Я говорю, да, ну. Он говорит, да. Я понимаю, что, ну, ну, как бы, нет, я не поеду. И мне становится, у меня такой стресс вообще, ну, представляете, как бы, вот тут что-то происходит. Ну, и в итоге, как бы, уже Новый год скоро приближается, я все в стрессе, что мне что-то надо делать. Вот. Параллельно я там работаю, умываю полы, там, преподаю, там, ну, и много чего происходит. Вот. И, короче, Новый год. Это одно из самых, может быть, я когда-нибудь расскажу, если будет время, про Воркуту. Я, короче, поехала в Воркуту на Новый год. Это отдельная история, даже не спрашивайте меня, почему я туда поехала. В общем, я поехала в Воркуту. И, ну, я любила, ну, как бы, и на самолетах, и не так часто летала, на самом деле. И Воркута была, я, представляете, моя жизнь была полностью разрушена. Я не знала, что мне делать, я не знала волю Бога в моей жизни. Было очень плохо. И мне никто не мог помочь. Никто. То есть никакой человек, даже Тимур с Ириной не могли мне помочь. Мне было плохо, но никто мне не мог помочь. Мне нужен был только Бог. И, как бы, и, ну, мне надо было для этого полететь в Воркуту. Сразу скажу. Ну, как бы, и я собралась лететь в Воркуту, и попросила Игоря Кузьменко зарегистрировать меня на самолет. Ну, там было много приколов, но это, может, когда-нибудь потом расскажу, иначе мы вообще никогда не закончим. В общем, я попросила, пожалуйста, зарегистрируй меня у иллюминатора. Ну, знаете, как бы, ну, я люблю смотреть, как ты взлетаешь, там, как-то, ну, значит, что ты сидишь в коробке просто. Ну, и какой прикол. Вот, и, короче, я говорю, зарегистрируй меня, пожалуйста, брат, позаботься обо мне. Брат говорит, давай, сестра, все хорошо будет. Я говорю, ладно. Ну, а, как бы, когда я ехала, я очень молилась о том, чтобы Бог ответил на все мои вопросы, что мне делать. Ну, вот, как, что мне с моей жизнью делать вообще, что он хочет, чтобы в моей жизни было. Я была открыта, потому что мне было уже нечего терять, у меня уже, ну, все, как бы, просто, ну, и, ну, и один из вопросов был, нужна мне эта кандидатская вообще или нет. Ну, как бы, что к чему вообще. Ну, и брат, мой любимый, регистрирует меня, естественно, среднее место. Я такая, говорю, думаю, блин, клево, братик. Но было, но просто пик всего этого был, когда я подхожу к этому среднему, то есть, бит, а, место у меня было. И это запасной выход, который вообще не перемен от этого. То есть, ну, я-то думала, что я буду хотя бы через человека смотреть, да, а впереди крыло. То есть, ну, вообще, как бы, в коробке сидишь, и, ну, место мало, как бы, и с этой стороны становится такая грузная женщина, с этой стороны мужчина, как бы, и я сижу, и они еще так, ну, оба локти, как бы, вот так поставили. Ну, это я почему-то так подробно говорю, потому что такой прикол вообще. Ну, то есть, они, я сижу вот так, думаю, ну, клево, ну, что возьмем быть все. Вообще, так интересно. Ну, и, в общем, женщина, которая там, парень, что-то начинает общаться, я, короче, мне не до этого вообще. Я вся в мыслях, там, что меня ждет, и женщина, которая рядом, она вот так садит, закрывает, ну, глаза этим очками, лежит, короче. И у меня такая ситуация возникла, ну, как бы, неприятная, забавная. Ну, вообще, бог иногда так работает через забавную ситуацию. Я, нет, я хочу чихнуть. Я прям сижу, знаете, вот, когда хочешь чихнуть, не просто там, как бы, а вот прям, ну, так, конкретно. И я такая сижу, и такая, ладно, и так раз в десять, я уже сижу, такая думаю, блин, то ли я простыл, мне надо попить КГЦЛ. Она такая, ну, ладно, и женщина, которая рядом с ней, она вот так очки приподнимает, такая деловая, девушка, попейте КГЦЛ. Ну, и закрывает, я такая, думаю, странно. Ну, а про КГЦЛ тогда мало кто знал, я такая думаю, врач, что ли, думаю, ну, ладно, врач так врач. Вот, ну, и сижу дальше, ну, как бы, потом принесли обед, и, ну, мне же интересно, как бы, что она так смело мне КГЦЛ рекомендует. Ну, и после этого у меня чихи прошли сразу, вот, когда мне порекомендовала. Ну, все, мы сидим, и, ну, я думаю, ну, может, начать там разговор. Короче, мы начинаем с ней разговаривать. Ну, в общем, там было много приколов, и я, ну, не буду передавать весь разговор, смысл в том, что эта женщина, я этой женщине почему-то очень сильно понравилась. Она говорила, ты же для меня как внучка. Вот, и, ну, как бы, ну, если заранее забегать, я потом из-за нее опоздала в Аэроэкспресс, она меня обнимала в Москве, я говорила, ну, пожалуйста, и дала мне визитку свою, звоните, пожалуйста. Этот человек, профессор по кардиологии, член диссертационного совета, это мой официальный оппонент, тот человек, который выступает против меня. То есть, ну, и она такая говорит, ну, типа, давай, там, кардиология, ты же там, ну, здорово, нам нужны такие люди, как ты, там, ну, и все тому подобное, как бы, ну. Ну, я такая сижу, думаю, ну, как бы, совпадение или, как бы, ну, несовпадение. Ну, в общем, я как-то это... Случайно-случайно. Ну, такая думала, ну, бывает, как бы. Ну, подумаешь, там, профессор по кардиологии поездила в Москву. Ну, как бы, ладно. Ну, я понимаю, что Бог, наверное, хочет, чтобы я как-то в этом направлении двигалась. Ну, 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 вряд ли может быть такое совпадение. У меня был вопрос, который, на который мне однозначно дали ответ. Вот, и, ну, я приезжаю, и потом просто было странное, ну, много что было сделано там. Я приезжаю, и мне говорят, мой научный руководитель, ты как говоришь, тебе нужно сделать, ну, как бы, там, в библиотеке в научной, как-то, ну, вот, там, определенную информацию свести в табличную форму, эту табличную форму в виде презентации предоставить мне через две недели. Мне две недели было всегда это вот так, ну, как бы, да, меня подергиваешь. Когда мне говорили что-то про две недели. И, представляете, ну, я в итоге, ну, переломала себя. Мне казалось, что я делаю такое дело. Ну, так, что я так через себя перешагиваю. Короче, пошла, ну, просто я и научная библиотека, это вот понятия, которые не пересекались никогда. Мы как-то не сталкивались вообще. Вот, и тут я пошла в эту научную библиотеку. Сижу на сайте. Ну, и, понимаете, и этой информации нигде нет. Мне дали доступ по библиотеке Оксфордского университета. Я сидела там, ну, прикиньте, ну, там не то чтобы на русском, да, там на английском, опять же, кардиологии, и вообще ничего нет, что мне нужно. А мне нужно предоставить, как бы, вот эту презентацию с этими складами, которые я должна выступать через несколько месяцев на конференции, да. То есть, ну, я сижу, понимаю абсурдность вообще всего происходящего. И, представляете, я четыре с половиной часа просидела. Для меня это очень много. Обычно я реферат делала за десять минут. А тут, как бы, ну, я просидела, и я ничего не нашла. Вообще ничего. Три слова всего нашла, и всё. И я выхожу такая расстроенная, такая, думаю, капец, что мне делать после этого всего. Ну, и я начала потихоньку избегать свободного научного аппетита. А сложно это делать, потому что мы на одной кафедре работаем, мы учимся. Ну, и я как-то там, мне было так вообще плохо, что я вот, ну, что-то не делаю, то, что нужно, но я не могла ничего делать. Ну, в общем, и я начала избегать её. Две недели уже прошли, а я как-то так, ну, ну, в общем, короче, избегала её. Вот, и потом, в конце концов, я сажусь, а у меня, понимаете, я-то очень сильно переживала по этому поводу. Ну, и в какой-то момент я захожу дома в Google, набирая эту тему, которая мне нужна. Гениально. Я, во-первых, делала это тоже. Я заходила в Google, естественно, я заходила до этого в Google, естественно, я всё там, я весь интернет перелопатила. И мне приходит ответ, знаете где, mail.ru. Представляете, тема, которую вообще никто ещё не знает. Она какой-то дядька из Американской Ассоциации Кардиологов выкидывает в табличной форме для информации, которая мне нужна. Я делаю Ctrl-C, Ctrl-B. Я отправляюсь в научную программу. Ты что, гадаешь? Ну, ты просто... Ты что? Мне даже ничего... Мне даже ничего делать не нужно. Не зря, она не зря. Не, как так? Это не бывает. Мы mail.ru, серьёзно, в самой лучшем. Славный поисковик. Там всегда такие дурацкие ответы. Как бы, ну, вот тут прям, представляете, в табличной форме по возрастам, как мне нужно, всё разбито, подписано на русском языке. Дядька из Американской Ассоциации Кардиологов. Просто он съездил в Америку, привёз эту информацию, решил ей поделиться в мейле. Ну, то есть, как бы, вообще, я делаю Ctrl-C, Ctrl-L, это как, как бы, как бы, примерно так. И меня осеняет мысль, если я сейчас так делаю, что мне дальше делать? Ну, то есть, как мне дальше быть-то? Ну, вы что смеётесь, мне скоро с этим выступать на конференцию, да? Я должна буду говорить, я вот отсюда взяла вот эти данные, да? Ну, такой, единственное, что я могла делать, это ссылка на мою точку. Всё, как бы, это единственный мой источник информации был. И я такая сижу, думаю, всё, я как бы, я не могу, я не хочу всё это продолжать. Я просто сажусь на колени и говорю, Бог, я не могу, всё, убери от меня это. Зачем тебе, ну, всё это надо? Я не могу выполнять эту функцию, пусть кто-нибудь другой это сделает. Если тебе так надо, ты найдёшь кого-нибудь другого. Я не хочу, я не могу, убери от меня это, ну, как бы. И, знаете, у меня всегда хватало смелости сказать, да будет воля твоя. Ну, то есть, всё равно, что бы ни было, у меня было очень много всего. Я всегда говорила, я этого не хочу, например, но будет воля твоя, и я её исполню. Здесь я понимала, что это воля Бога, но я сказала, я не могу, я не хочу, убирает от меня. И, ну, и всё, это было, ну, там, несколько, ну, среда, например, да, в четверг я прихожу на кафедру, и ко мне подходит мой научный руководитель, берёт меня за руку, и такая, говорит, Аниса, ты только не переживай. Я такая, ну, как бы, а у меня сразу, что могло случиться? Ну, то есть, как бы, я там всё передумала. Она говорит, ты только не переживай. У неё лицо вообще, как будто реально кто-то умер, ну, прям, вот, прям, серьёзно. А я, как бы, восприимчиво к этому стала как-то. Ну, и я сижу, думаю, что, что, что случилось, как бы. И она такая, берёт меня за руку и говорит, Аниса, ты только не переживай. Ну, я объясню, почему ей так было сложно, почему она думала, что я переживаю. И она говорит, Аниса, НИИ кардиологии расформировывают. То есть, весь центр кардиологии расформировывают и его убирают. И говорит, ну, естественно, вопрос к твоей науке встал. То есть, ты, ну, как бы, скорее всего, ничего не будешь делать, но ты только не переживай. Ну, то есть, почему для неё это было? Потому что я отказалась от Огородовой, да, как бы, вроде как, с ними начала, и вот ничего не получилось. То есть, ну, как бы, для неё так казалось, что это крах. Она до этого мне говорила, я вожу тебя в элиту общества. И я думаю, ну, как бы, примерно так. Ну, и тут, как бы, ну, ничего не получается, да. А я, знаете, а я стою, и я всю свою волю направляю на то, чтобы мне просто не смеяться и не сказать, Слава Богу, ура, Боже, свобода! Как бы, я просто пытаюсь лицо собрать в кучку, чтобы, ну, как-то, ну, то есть, ну, как бы, хотя бы из уважения к ней сказать, ну, ну, как бы, это было, ну, странно. И я такая говорю, ладно, ладно. Она такая, ты, ну, прости, ну, вот, ну, вот так сложилось, да, ну, как бы, никто не виноват. Я говорю, ну, да, конечно. Она говорит, ну, типа, мы всё равно будем на связи, там, что это будет. Я говорю, что? Выхожу, мне, ну, это так просто прикол, мне заведующая отделение говорит, что у вас там с ней кардиология? Я говорю, ну, как-то там, ну, не очень. Она говорит, не волнуйся, я тебе лучше тему дам. Я говорю, ну, я не знаю, ни за что вообще. Кто вообще мне предложит тему по-кандидатски, я скажу вообще, уйдите от меня надолго вообще. И, короче, ну, и, представляете, а я интерн. Ну, то есть, как бы, вообще, ну, на самой такой кафедре, да, непрестижной. И вообще, кто меня там заметил, я не знаю, как это вообще так произошло. Но смысл в том, что я радостная, такая, у-ху, ну, свобода там в этом плане такая, думаю, ну, ну, если честно, вот, когда мы над ГИФе сидели, я потом только поняла, что для Ирины, это была вообще Ирина Панфилова, она работает в ней кардиологией. И их реально чуть не расформировали, понимаете? То есть, целые организации, где работают тысяч человек, чуть, ну, как бы, не закрыли полностью. Как бы, а для меня это было ха-ха, ну, как бы, хихи, там, а для кого-то это было капец какой-нибудь. Ну, и я такая думаю, ну, ладно. Ну, и, в общем, мне нужно было жить, ну, как бы, там случилось такое, что мне нигде было жить, я начала жить с Анькой Косовой, Брижинской, которая, ну, у неё в квартире. И там случилась трагедия большая, там повешался её брат 20-летний. И для меня было, я очень сложно это переживала, очень сложно, у меня было за Аньку очень больно, и ещё моя там история была. Ну, в общем, всё было очень плохо, и мне нужно было, ну, как бы, так тело перевозили из Москвы в Томск, мне нужно было срочно переехать. Ну, то есть, и я переехала рядом с Анькой в какую-то маленькую квартирку. Ну, и хорошо, что мои родители никогда не видели, где я живу, потому что, ну, они бы были бы, ну, не в восторге. И так, ну, в Томске осталось там, ну, а у меня там в Новокузнецке и квартиры, и всё-всё-всё было там, ну, чтобы туда поехать, как бы, и в Питере тоже всё было. А тут, ну, как бомж, я извиняюсь, живёшь. Вот, и, ну, и такая квартирка, когда диван расправляешь, и больше наступить не на что. То есть, ну, вот такая квартирка. И, представляете, у меня такой стресс, меня вот так вот всё трясёт. Я поняла, что такое, значит, что это, когда сдают нервы, когда тебя органически сдают нервы, когда тебя трясёт просто. И у меня вот так трясёт, и я понимаю, что у меня стены давят, и я не могу здесь находиться, мне нужно съехать. А я только заехала. И я в ВКонтакте сижу просто, и одна девочка, харизматка, делает репост девочке-баптистке, которая говорит о том, что у неё, а, знаете, у меня было до 23-го числа аренда, а было число 25-е, ну, того месяца, то есть несколько дней всего прошло. И она говорит, у меня 23-го съезжает девочка, одна комната свободная будет, давай, как бы, это, ты, ну, в смысле, кто хочет, короче, жить. Я поняла, что это от Бога. Ну, потому что, ну, как бы, как вот такое совпадение, да, я помолилась, и я уже знала, что я там буду жить. Я не знала, где это находится. Вот, ну, я уже знала, что я там буду жить. Короче, и в итоге, ну, там, она говорит, прийти, посмотри там комнату, я думаю, да какая разница там, ну, всё равно будет лучше, чем было, да. И, короче, ну, и, понимаете, я там прихожу какими-то тропами туда, захожу с девочкой общаюсь, ну, то есть я уже согласна, что я буду там жить. Всё, короче, выхожу такая из-за угла дома такая, подхожу, ну, 3 минуты я выхожу, и, понимаете, я вот так встала, и тут кардиоцентр. От работы, ну, в смысле, от дома, где я живу, до кардиоцентра 3 минуты. Ближе только если в самом кардиоцентре. То есть, ну, я вот так выхожу и смотрю на кардиоцентр, и я такая, ну, как бы прикольно, конечно, но уже поздно, но уже его расформировывают, уже как-то, ну, там, ну, такая полгорала, говорит, бог тебе, прикольно, конечно, но позднях уже. Вот, ну, такая, думаю, ладно, жить тут там, ну, прикольно. Вот, а потом такая, ну, и всё. Ну, я так, что-то у меня там много чего было, и, ну, очень много всего было, такая насыщенная период у меня был. И, ну, и как-то вот просто так мы решили, с Максом сидим, чай пьём, очерёдка. Я ему рассказываю эту историю, ну, так, как бы, за чаем просто, вот. И Макс такой, ты чё, это же, ну, как бы, ты не думала, что это воля бога? Я говорю, ну, конечно, я думала, что это воля бога. Он такой, и чё? И я такая говорю, ну, как бы, уже всё, как бы, поздно там, ну, чё мне переживать-то. Кстати, конференция уже прошла по времени бы. Ну, то есть, и я такой говорю, ну, всё, поздняк, как бы, чё-то делать. Он такой, всё, сейчас, ну, я такой стойкости от Макса не ожидала. То есть, он такой говорит, всё, мы сейчас с тобой берём и считаем, что это воля бога, и ты, как бы, идёшь, ну, как бы, за ней. Потому что, ну, как бы, он столько много тебе показал уже, ты чё, как бы, ну. И я такая думаю, ну, как бы, ну, я помните, говорила, что лидер, если говорить, да, ну, нужно прислушиваться. Я такая думаю, ну, значит, наверное, как бы, надо. Но где-то в глубине души я думаю, ну, всё равно уже поздно, там, ну, и, короче, вы, герс, нам ровали. Ну, короче, думаю, ладно, скажем. То есть, согласны. Вот, мы помолились с Максом. Это был в четверг, потому что мы в четверг встречались с Максом. В пятницу вечером я иду с... А, вот, как бы, ну, с Open English. Ладно, я ещё чуть-чуть вернусь потом. Иду с Open English, и мне звонит мой научный руководитель и говорит, всё, раз переворовали, это нет. То есть, всё, что, ну, другое отделение там, что-то делали. То, что тебе надо, нет. Ты завтра в понедельник, это была пятница, идёшь в НИИ кардиологии, в отдел кадров, там нужно решать какие-то вопросы. То есть, твоя научная деятельность восстанавливается, ты, короче, всё. Ну, я такая сижу, Макс, ну, такая иду, так говорю, Макс, ты прикинь, он говорит, ну, типа, всё, в понедельник идёшь. Мне уже весело, ну, уже, как бы, чё? О, уже хорошо. Я иду, а, понимаете, у меня научный руководитель, который в кардике, это ведущий научный сотрудник. Там такая тётенька, ну, знаете, она идёт, и Лучислава вот так вот, ну, как бы, от неё, я там за ней так где-то. И почему-то, ну, знаете, она, как бы, достаточно жёсткий человек, но ко мне она так хорошо относится, я, ну, вообще не знаю, как бы, я вообще не знаю, что там происходит. Ну, короче, представляете, она меня, она могла любого человека взять, любого человека, который более готов к этому, нежели я, и она бы уже написала, потому что, представляете, из-за меня она год ждала, то есть, год реально, они за это время уже могли защититься с кем-то. И она, как бы, она берёт меня за руку, представляете, ну, как бы, ведёт меня в отдел кадров. И мы, короче, приходим, ну, естественно, всё это сопровождается молитвами, там, ну, то есть, я, как бы, с Богом всё это прохожу. Я сажусь вот так. Ну, я помните, говорила, что, чтобы поступить в аспирантуру, начать писать кандидатскую, нужно закончить интернатуру, закончить два года ординатуры и поступить в аспирантуру. Или же закончить интернатуру и три года, как бы, ещё работать, непрерывно медицинский стаж, а потом поступить в аспирантуру. Короче, в тридцать лет по-нормальному человек может защититься. То есть, ну, нормальный человек. Вот. И, ну, я такая прихожу, ну, сажусь, такая, думаю, ну, интересно, что они мне скажут. Ну, такая, думаю, ну, так, мне ещё три года, как бы, ну, за три года я ещё разберусь в английском, там, ну, короче, там, это, всё будет нормально, в кардиологии тоже разберусь. И, ну, мы садимся, и Анастасия Евгеньевна, которая заведующая отделом кадров, она такая говорит, ну, знаете, два месяца назад вышел приказ о том, что в аспирантуру можно поступать после интернатуры. То есть, я. Я такая сижу, говорю, ну, да, прикольно. Она такая, через месяц вступительный экзамен в аспирантуру. Ну, представляете, как бы мне 24 года на тот момент. Как бы, все, кто поступают в аспирантуру, им где-то 28 лет. Они кардиологи. Ну, то есть, ну, ладно, это я, я об этом ещё дальше потом скажу. Короче, вступительный экзамен. Сейчас скажу. Кардиология, английский и философия. Ой, бежи. Философия. Вот, но про английский я хочу вам сказать до этого, что произошло. Короче, девочка-баптистка, с которой я жила, она выходила замуж. И я пошла, короче... Ты уже знаешь, да, что это все? Нет, я просто... Короче, она выходила замуж. И я пошла, ну, как бы, не на венчание, а на помолвку к баптистам. Сидела у них на службе. Ну, они, кстати, вообще прикольные такие. Я потом ещё на конференцию к баптистам. Я там съездила в перерывы между экзаменами. Ну, короче, так. В Хакасию. Ну, это так, к слову. В общем, и там американки Хиллари, Элли и Элли. Да-да-да. И они такие говорят, там жить негде. Мы такие с Катькой переглянулись. Ну, как бы, я такая думаю, ну, блин, Катька знает, наверное, английский. Ну, как бы, и мы это... Ну, короче, мы решили, что они будут жить у нас месяц. Вот. И, короче, ну, и они, когда приезжают, выясняется, что Катя не знает английский. И я тоже. Представляете, а они, ну, как бы, надо же разговаривать как-то. И Катя такая, мне, типа, ну, типа, а у меня стрессовая ситуация. Две девчонки, американки, потерялись в городе с вещами, и они не знают адрес. И у них нет телефона. Ну, это вообще прикольно, да? И, а я у третьей, которая приехала на машине, пытаюсь выяснить, где оставшиеся две. Вот. И, ну, мне волей-неволей пришлось говорить на английском. А так случилось, что я еще на Open English начала ходить. И, короче, как-то я вот чуть-чуть хотя бы на английском начала разговаривать. Потом мы вообще с девчонками подружились, и мы ведь по вечерам сидели пили чай, разговаривали на английском. И, ну, я считаю, что это у меня было временное помутнение сознания, когда я даже думала на английском, я разговаривала, молилась на английском. Вот. Ну, и как бы, потому что все мое общение было с американцами или Open English. То есть, ну, как бы, ну, и вступительный экзамен, да? Ну, это вот было до этого, когда мне сказали, что вступительный экзамен через несколько, не через месяц, а через несколько недель было. Расскажу, что такое вступительный экзамен. Вступительный экзамен, ну, или уже буду рассказывать, как я их сдавала. Ну, в общем, я думала, у меня еще есть время выучить всю кардиологию. Ну, а, кстати, научно-исследовательский институт, он же не просто так сформирован. Там реально же, как бы, много чего учить надо. А я, ну, ничего не знаю. Вот. И я такая думаю, что, ну, как бы, делать. И мне было так страшно начать, потому что я понимала, что бы я ни начинала, я не знаю. Ну, как бы, то есть, и мне становилось еще страшнее. И я ничего не учила. Я просто мозг выносила Тимуру и говорю, Тимур, что мне делать? Я говорю, сядь, просто поучи. Я говорю, вот как мне можно что-то начать, если я вообще ничего не знаю. Но это было сложно, на самом деле. И, как бы, первый экзамен у меня был кардиология. Расскажу, как это было. Представляете, сидят 10 профессоров, самые, ну, ведущие научные сотрудники. И самый главный председатель – это директор НИИ кардиологии Карпов. Ты вытягиваешь билет и рассказываешь им все. Ну, как бы, то есть, они задают тебе вопросы, как бы, да, там, ну. У меня остался один день до экзамена. Я еще ничего не знаю. Ну, и мне страшно вообще что-то начинать. Ну, а когда мне сказали, что, ну, как бы, ты можешь поступить, я думаю, ну, если Бог это сделал, ну, наверное, я как-то сдам экзамены. То есть, ну, когда ближе к экзамену, я понимала, что мне очень, как бы, некомфортно. И, наверное, тогда был самый длинный мой разговор с Богом. Я днем выучила один вопрос артериальной гипертензии. Один вопрос всего. Из где-то 400, которые мне дали. И этот один вопрос занимал где-то 50 страниц, минимум, конкретных терминов. Ну, то есть, это вообще очень сложно. И я такая думаю, ну, ладно, выучила эти 50 страниц, и я не могу заснуть. И я, в общем, встала и пошла ночью по буревестнику, и всю ночь я ходила и говорила с Богом. Я не встретила ни одного человека. Я все это время разговаривала с Богом. Говорила, как мне страшно, как мне там, как бы, ну. И тогда Бог открыл для меня такую ценную, мне кажется, вещь. Он напомнил мне про Давида и Голиафа. То есть, он говорит, вот смотри, когда Давид, ну, вот когда армии, да, друг на друга стоят, друг напротив друга стоят, вот сейчас скоро начнется сражение. Как бы, вышел Голиаф такой, ну, там, огромный, да, такой, говорит, там, кто со мной сразится. А каждый воин израильской армии сравнивал себя и Голиафа. Такой, ну, там, 4 метра ростом, и как бы, ну, я, ну, я как бы по-любому проиграю, он меня убьет, еще весь народ подведет. И все стоят. Ну, то есть, больше никто ничего сделать не может. Один Давид, 15-летний пацан, который там, ну, сколько там, подросток, да, он худой, у него даже доспехи эти большие ему были. Он такой, идет, и он, знаете, что сделал? Он сравнил Голиафа и Бога. Он такой, говорит, да ты вообще не обрезан, что ты на Бога говоришь? То есть, Бог для него был, ну, скалой, он был для него мощью. И как бы, и поэтому он так, ну, как бы, смешно, на мой взгляд, выиграл, да, Бог ему дал эту победу, потому что Бог сражался, а не Он сражался. Он не думал, что Он заслужил это. Это Бог заслужил. То есть, это, ну, Божья победа. И Голиаф по сравнению с Богом вообще ничто. И я поняла, что, ну, этот не и кардиологии, по сравнению с Богом вообще ничто. Ну, как бы, то есть, что бы там ни было, кто бы там ни сидел, какая бы там, как меня ни запуглили, элита общества ни сидела, Бог выше их всех. И тогда у меня пришел мир. То есть, ну, полный мир. Я понимала, что как бы я ни хотела, я не соответствую, я не заслуживаю. Но Бог силен, сильнее, чем эти обстоятельства в моей жизни. Я просто иду на экзамен. Ну, представляете, то есть я до 7 утра гуляла, мне к 8 на экзамен. И я прихожу на экзамен, еще никого нет, из профессоров. И говорят, такую интересную вещь. Вы говорят, это, ну, обстоятельства поступают со мной все старше меня. Во-первых, они уже работают в ней кардиологии. Их все знают уже. Они уже кардиологи. То есть, они прошли уже все эти этапы интернатуру, ординатуру, да, все как положено. И я, которая вообще кто-то вообще откуда-то пришла. Непонятно, кто вообще с буревестника, да. Ну, вообще, меня никто не знает. И вообще в шоке, что, ну, как бы, такое вообще возможно, да, что какой-то человек пришел. И это, короче, тетенька, которая экзамен там, ну, организовала, она такая говорит, вы говорите, посмотрите там у себя в телефонах, там, ну, информацию, как бы, чтобы не позориться перед профессорами. Это слово, позориться перед профессорами, меня как-то напрягло. Потому что, как бы, позориться-то, ну, кто-кто, ну, как бы, мне это было легче всего, наверное, если я сравнивала себя с... Ну, как бы, я надеялась, что я вытащу билет, где будет три вопроса по артериальной гиперденции. Но так и произошло. Я вытаскиваю вопросы, просто смотрю, да, или пустой билет, да. Я, короче, смотрю на это, но я понимаю, что я христианка. Мне негде смотреть, и я не буду это делать. Ну, то есть все, понимаете, все смотрят, все списывают откровенно, а я сижу такой и не знаю свой билет, понимаете, вообще. Ну, то есть, как бы, там были, как бы, то, что я могла чуть-чуть подрассказать, там, где-то чуть-чуть что-то, ну, как бы, добавить, но, по сути, как бы, ну, я не знала. Единственное, что я знала, ну, там, первый вопрос, ну, это просто прикол. Ну, как бы, если у вас есть время, там, послушать это. Первый вопрос был, там, осложнение инфаркта миокарда, и я там что-то, ну, могла. Второй, это врожденные пороки сердца, там классификация, привет, Настюшка. И третий вопрос, это болезнь Токаясу. Болезнь Токаясу, это настолько редкая болезнь, ее даже, ну, как бы, ну, обычно она не встречается вообще, то есть она одна на миллиарды. Да, то есть, ну, как бы, это вообще очень редкая болезнь. Ну, открыл там японец ее. Знаете, ну, как, я, вот, 50 страниц, которые я читала, да, по артериальным гипертензиям, там было предложение, потом была звездочка такая, и снизу ссылка. А еще, артериальная гипертензиям могут быть вызваны болезнью Токаясу. Это ее специфический аортоартерий. Короче, ну, и чуть-чуть, вот, три предложения про болезнь Токаясу была. Я такая, ну, болезнь Токаясу, я думаю, я знаю. Как бы, все остальное, как бы, я расскажу. Ну, и, представляете, вот, как бы, все отвечают, я сижу, как бы, ну, то есть, они отвечают, все-таки молодец, молодец. А, представляете, вот, сидят профессора, и каждый, как бы, кто приходит отвечать, это их ученик. Ну, то есть, как бы, они же знают их. То есть, они спрашивают, о, ты молодец, там, иди. И я, который, ну, моего руководителя там не было, у него был отпуск, как бы. И, представляете, 10 профессоров, которые меня вообще не знают, которые не любят моего научного руководителя, я сижу вот так, ну. И, ну, мне сразу предупредили, что ко мне будет очень много вопросов. Ну, и поэтому мне было страшно, естественно. Ну, тем более, если ты еще ничего не знаешь, да, как-то. Да, ну, это было уже не так важно. Вот, и я, представляете, я такая сажусь отвечать. Они такие, ну, начинают меня спрашивать, и, как бы, и те вопросы, и они задают вопросы, и я на них отвечаю. То есть, как бы, ну, там, отвечаю, отвечаю, то есть, как бы, они много вопросов задают. Потом такая, я понимаю, что следующий вопрос, вот, пунктик, который они спросят, я не знаю вообще, то есть, я даже не знаю, что сказать. Они говорят, а, это только что отвечали, не будем, короче, сейчас спрашивать. Я, как бы, примерно вот так. Потом эти врожденные пороки сердца, это был вообще прикол, потому что, как бы, ну, я теоретически про них знала. И, как бы, я сижу, рисую на листочке, прям при них, как бы, как бы, там, кровь идет куда-то, с какого места, где там она завихряется, там, где еще что-то происходит. И, короче, я сижу, рисую, они такие говорят, а вот при этом пороки что будет? Я сижу, рисую, думаю, ох, ты, как интересно сердце устроит. Оказывается, кровь сюда идет. То есть, я ознавала ответ в момент вопроса, понимаете? То есть, я такая думаю, о, а что я раньше про это не подумала? Интересный вопрос-то вообще. А действительно сердце вот так работает? Ну, то есть, я вот отвечала. Представляете, и вот они больше, дольше всех меня спрашивали. И потом был просто пик, когда они меня спрашивали про болезнь Токаясу. Потому что они очень много меня спрашивали про эту болезнь, и я все им отвечала. Ну, как бы, у меня просто и мышление такое, как бы, достаточно, ну, то есть, мне достаточно знать, ну, что это не специфический аортоэртерит, чтобы рассказать про него все вплоть до анализов, ну, как бы, очень детально. Вот, ну, и, как бы, я все это рассказала. Они такие, и, короче, и еще, типа, задают вопрос, ну, как бы, знаете, так, с наездом немножко. Вот, а первое, что мне сказали, один дяденька встал и говорит, это, типа, подопечная Елена Николаевна. Типа, ну, и, типа, всем так, ну, как бы, вот. И, короче, и один такой говорит, а как это вы, подопечная, типа, ну, ее можете быть? Я говорю, ну, мы уже определились с темой. Он такой говорит, а вы знаете, что сначала надо, нужно поступить в аспирантуру. Я понимаю, что, ну, как бы, и, представляете, вот они меня кидают, эти вопросы, я сижу вообще, и тут встает директор кардиологии, такой, так, на стол и говорит, хватит. Молодец, иди. И все, короче, ну, то есть, он заступился за меня и сказал, все, как бы, ну, свободно, молодец, как бы. И, знаете, и самый прикол был потом, когда я узнала, что, ну, как бы, моему руководителю, и потом вообще в университет сказали, что они не ожидали от меня таких глубинных знаний по кардиологии, что я такая молодец вообще, и я сижу, думаю, ну, как бы, ладно. Так прошел мой экзамен по кардиологии, и я его сдала. Я сдала его на четверку, то есть, мне поставили 4, меня сразу предупредили, что я не поступлю на бюджет, потому что это было бы, ну, как бы, вообще, ну, то есть, мне сразу откровенно сказали, что даже, как бы, не пытайся, поэтому мне поставили четверку. Я такая, ну, ну, что, не пятерку вообще? Ну, как бы, ну, четверка, ладно. Чувствую, гулялась. Вот, а потом был английский. Капец, я думала, что это будет легко, ну, как бы, предупреждали в меди английский, как бы, не очень. Передо мной сдавал парень, и она еле как ему, я вообще не слышала так, чтобы медик разговаривал на английском, и она говорит, ну, я вот не знаю, четверку тебе, пятерку ставят. Ну, ладно, пятерку поставлю, я думаю, блин, что ты мне поставишь вообще сейчас? А там три этапа, перевод текста со словарем, потом перевод без словаря, медицинской терминологии, да, и третий это собеседование, ну, так поговорить, как бы, ну, и я понимаю, что капец, ну, и в итоге я сдаю, она так как разузнает, вы чуть-чуть еще подучите, как бы, и кандидатский сдадите на пятерку. Я говорю, хорошо, ставь мне четверку, вообще, понимаете, там тройки ставили, а если бы мне поставили хоть одну тройку, это означало, что я бы сказала, пока аспирантура, потому что туда, чтобы туда поступить, люди, вы даже не представляете, на что они готовы, ну, туда просто так нельзя было поступить никогда. Там просто, просто люди не поступают, просто так, со второго, с третьего раза иногда поступают, то есть, ну, это вообще, как бы, ну, я вот сдаю, ну, философия, как бы, единственный предмет, которому я была готова. я сдаю вступительные экзамены, я поступаю, там нужно было еще реферат написать какой-то, я вообще там как-то написала его, ну, в общем, я поступила в аспирантуру, научную аспирантуру, и она говорит мне там, отдыхай, а понимаете, эти вступительные экзамены сопровождались, у меня были выпускные из интернатуры экзамены, у меня было в месяц шесть экзаменов, которые было, потом я на трех работах работал, и я сама принимала экзамен в этот период, и я съездила на конференцию к баптистам Хакаси, вот, у меня была при смерти бабушка, которой я съездила, и мне нужно было сказать, это был тоже сложный момент, потому что, ну, как бы, который проверяет веру, потому что, ну, бабушка мусульманка, она умирает, все родственники стоят, и мне нужно было сказать ей про Бога, ну, и вот тут я поняла, во что я верю вообще, потому что я, ну, я не знаю, как бы, я не виню себя, ну, как бы, я могла, ну, сделала, наверное, то, что я могла сделать, но про Христа я так и не сказала, я просто говорила, баба, я буду за тебя молиться, она говорит, ты пойдешь в мечеть, я говорю, нет, в церковь, и, как бы, ну, это было сложно, в общем, это было реально сложно, бабушка в итоге умерла у меня в этот же период, вот, и, как бы, ну, было много чего, как бы, ну, интересного, сложного, как бы, ну, было классно, пусть я все равно вспоминаю, это как такой интересный период, вот, и, ну, я поступаю, да, я поступаю, ну, как бы, понимаете, я педиатр, после интернатуры поступаю в аспирантуру на взрослого кардиолога, такого не было никогда, вот, и, короче, и мне, как взрослому кардиологу, нужно вести пациентов, то есть, кардиолог, ну, всякие бабушки после инфарктов там, а я всегда с детьми, я, то есть, я не знаю, как это делать, у меня 1 сентября вот так колбасит, я думаю, я прихожу, я реально не знаю, что меня ждет, вообще не знаю, то есть, очная аспирантура, что мне там делать вообще, к чему мне говорить там, что делать, в итоге я прихожу, меня заводят в кабинет к директору, не кардиологи, у него там кожаные сиденья такие, как бы, портрет сзади него больше, чем он сам, ну, то есть, как бы, ну, и сидит там такой дедушка, и такой говорит, ну, типа, Анис Ислангалиевна, здравствуйте, я, типа, вот, ну, как бы, вас помню, вот, хотела с вами, ну, познакомиться, ну, и сидит, как бы, со мной общается, ну, а у меня такой мир, как бы, ну, директор, ну, не директор, как бы, для, то есть, Бог дал мне такой мир, то есть, я понимала, что этот, хоть кто, он подвластен Богу, то есть, и, ну, знаете, там, смягчил сердце фараона, да, вот есть такие фразы, смягчил сердце кого-то, для того, чтобы воспринять, ну, я знаю, что Бог смягчил сердце директора кардиоцентра, для того, чтобы, во-первых, он из-за меня заступается, во-вторых, заступался, во-вторых, он такой говорит, сидит такой, говорит, вот, знаете, вы первый случай в моей жизни, вот, дедушка вообще сидит такой, я думаю, ну, как бы, со мной это тоже впервые, вообще-то, вот, ну, как бы, он говорит, я не знаю, что с вами делать, я такая думаю, ну, как бы, я тоже не знаю, что вы со мной будете делать, он такой говорит, ну, я хочу, чтобы, я заинтересован в том, чтобы вы были не просто, ну, ученым, чтобы вы были классным специалистом, То есть я очень хочу, чтобы вы были хорошим доктором. Я говорю, я тоже хочу. Ну, ещё был там момент такой прикольный. Я поступила на платную. Ну, то есть как бы в платную аспирантуру. Я такая иду и думаю, да бог, ну ты же мог на бюджет. Ну, как бы, что, для тебя сложно, что ли, как бы. Ну, понимаете, у меня был такой период, потому что я отказалась от каких-то благословений. Ну, не благословений, я отказалась от поддержки. Ну, то есть у меня не было денег вообще. То есть у меня не было вообще денег, я не могла работать. Ну, это как бы, ну, я когда пришла в кардиологию, ну, то есть я думала, что деньги, ну, раз бог так всё предусмотрел, значит, деньги он тоже предусмотрит, ну, где-то. А я думала, что я буду работать, ну, как бы, то есть учиться в аспирантуре, работать так же, как я работала, получать деньги, и тогда бы мне всё хватало. Но в ней кардиология это с 8 до 5. А потом идёт церковь. Ну, то есть либо служение какое-то, либо группа какая-то, либо встреча. Я понимаю, что Бог меня привёл в некардиологию, это Его воля. Навряд ли Он хочет, чтобы я бросала церковь. Мне нет возможности работать вообще. У меня нет денег, меня никто не поддерживает, у меня вообще нет источников к существованию, и нет возможности заработать нигде. И я такая сижу и думаю, ну как бы, Бог, я говорю, ну, как вот, какой-то изъян в твоём плане есть, какой-то вот недочёт. И я просто помню, как Бог коснулся моё сердце, Он говорит, а я всё равно плачу тебе, какая разница, откуда? Говорю, ну, в принципе, да. И, представляете, мне нужно платить последний день, и у меня нет денег вообще. Ну, и мне прикольно как бы. У меня вообще, понимаете, в этот период у меня не было даже рубля, то есть у меня не было вообще наличных нисколько. Ну, у меня всегда было поесть, ну, иногда я там ходила пешком, ну, меня это не парило как-то, ну, я знала, что Бог обо мне позаботиться. Ну, а мне надо заплатить 25 тысяч, ну, как бы, вот сейчас, да. И я такая сижу и думаю, ну, как бы, ну, и как-то захожу к Каньке в гости. Она меня знает просто уже давно. И она такая говорит, ну, так как у тебя дела? Я говорю, ну, так она говорит, чем платить будешь? Ну, то есть она как бы сразу, ну, как бы, передислое, чем платить будешь? Я говорю, ну, не знаю. Она такая говорит, на тебе 25 тысяч. Просто дает мне, я говорю, у тебя откуда? Она говорит, ну, я там копила, там, короче. Давай только не косячи, боже, планы всякие. Ну, короче, давай, иди. У меня эти 25 тысяч, я знаю, что я уже заплачу, как бы. Она говорит, типа, отдашь когда? Ну, когда-нибудь. Я даже, у меня даже и мысли нет, когда я смогу отдать. То есть, ну, я знала, что я смогу, как бы, и все будет хорошо. Я знала, что им эти деньги тоже очень сильно нужны. Вот. У них самих не было ни копейки, она все равно, как бы, дала мне эти деньги. Вот. И, ну, знаете, ну, я прям чувствую, что что-то не так. Ну, то есть, как бы, я должна была заплатить, и у меня не получается. Я говорю, Бог, ну, почему, как бы, ну, что ты хочешь мне сказать в этой ситуации? Я поняла, что мне нужно обратиться к моим родителям. То есть, Бог хочет, чтобы я обратилась к моим родителям. Я думала, что когда я стану христианкой, я буду их давать. Мне было, у меня сложные отношения с родителями, и мне было сложно признать свою нужду в их помощи при них. Ну, поставить себя в это уязвленное положение, потому что они могли высказать мне много чего. И они, собственно говоря, так и сделали. Вот. И это было сложно, и я понимала, какой это этап смерти. Знаете, когда на тебя просто кричат, а ты сидишь, и, как бы, и ты хочешь в ответ тоже много чего сказать. Ну, то есть, тебе говорят, какая ты дочь, да, а ты хочешь в ответ сказать, какие они родители. Ну, как бы, все обиды эти. Ну, я понимаю, что рядом со мной Бог, Он говорит, пожалуйста, только молчи, молчи. Я сижу, молчу. А мне, у меня вообще... Я думала, что я христианка, теперь я буду давать любовь людям. Единственное, что мне хотелось дать тогда, это пощечину такую, что, ну, мало не покажется. И я не знаю, это было... Ну, как бы, и Бог такой говорит, слушай, что тебе говорят. Потому что сейчас вопрос не о том, какие они родители, а о том, какая ты дочь. И я сижу такая, и понимаю, что я слушаю, какая я дочь, и я понимаю, что он прав. И я это было, наверное, самое сложное, это прав в моей жизни. Я просто вот так говорю, да, ты прав. И просто, фу, мир такой на сердце, мне стало так хорошо. И он тоже не ожидал от меня, потому что до этого я бы хлопнула дверью, и, ну, как бы, и много чего бы ему высказала, мы бы поругались, и, как бы, ну, ничего. Но, естественно, родители дали мне эти деньги. Естественно, родители меня поддерживают сейчас финансово, потому что я не могу себя никак обеспечить. Ну, и это состояние уязвления, да, как бы, то есть я всегда думала, что я сама за себя взабочусь, то есть я заработаю эти деньги, да. То есть сейчас я в состоянии зависимости, то есть я завишу от людей. И Бог хотел меня этому научить. То есть я завишу от своих родителей. Хотя я, наверное, меньше всего хотела бы зависеть от них в этот период. Вот. И получается, что, ну, Бог, как бы, открывает мне это, ну, и в итоге даёт мне деньги, я плачу легко сразу, что всё, как бы, за эту аспирантуру. Ну, вот, и этот, а, вот, и у директора кардиоцентра я сижу, и он только говорит, ну, я не знаю, что с вами делать, но я хочу, чтобы вы были хорошим специалистом. Так как вы на платном, я могу сделать для вас, что я буду писать научную работу в одном месте, а работать в другом месте. То есть в одном же кардиоцентре, только у детей. Ну, то есть одно слово «дети» меня уже обрадовало, потому что я хотя бы знаю, что такое дети. И, как бы, ну, вы будете там работать. Понимаете, это так интересно получилось, потому что, ну, как бы, директор кардиологии распорядился, да, ну, как бы, меня привели в отделение. А до этого, короче, там было в отделении, там были люди, которые разговаривают только на матах там. То есть вообще там такие суровые, там такие акулы на самом деле. То есть это был такой коллектив карьеристов, которые вообще друг друга съедят. Я поэтому не хотела никогда в кардиоцентр идти. Как бы, и в этот период, помните, когда я говорила о расформировании, отделили одно отделение, и все вот эти вот ушли в другое место, а остались одни душки. Ну, как, душки – это мягко сказано, потому что душки – это тоже не подарок. Ну, как бы, то есть, но, тем не менее, те, которые реально, вот, прям, очень сложные люди, я один раз нечаянно позвонила этому человеку, и, ну, как бы, ошиблась номером, и, как бы, он такой, че, в трубку? Я такая, эээ, че, а это? И, ну, и, короче, и бросил трубку. Ну, как бы, ну, это нормально считается там. Ну, то есть, как бы, ну, и вот представьте, с такими людьми работать, как бы, мне было страшно, но, и, представьте, их отделили вообще, на седьмой этаж убрали, а тут третий этаж. Ну, как бы, все хорошо. И там люди, да, солнышко светит. И, в общем, у меня, короче, приходит моя, ну, такая деловая научная руководитель, заходит, чуть ли не спинка открывает, там, дверь в отделение к детской кардиологии, говорит, значит, так, она будет работать здесь. Ну, и, естественно, они, ну, как бы, ну, как бы, в штыки, она, главное, сказала и ушла. Я, конечно же, ну, весело. Ну, они сначала, как бы, ну, знаете, есть люди, которые любезно тебя принимают, но, как бы, улыбаются тебе. Ну, вот это мне очень сложно давалось сначала. Они такие, говорят, ну, ладно, и я так и думаю, она говорит, ну, мы будем давать вам пациентов, потому что, понимаете, все, кто в аспирантуре, это те уже кардиологи, да, то есть они уже сертифицированы, а я, ну, вообще ничего не знаю, и мне надо вести пациентов, пациентов очень сложных, то есть, ну, как бы, не просто так все это. И, как бы, она говорит, ну, типа, вот, и я такая думаю, надо собраться с силами и сказать, что я ничего не знаю. Ну, то есть, как бы, чтобы реально человек понимал, да, что я ничего не знаю. Я подхожу к ней, приезжайте к человеку, который, ну, может тебя просто разорвать, и говорю, вы знаете, я не кардиолог. Она такая, да, никто здесь не кардиолог. Я такая, ну, думаю, блин, я не поняла, надо как-то вот, ну, надо вот прям, чтобы слова так слова подобрать, чтобы вот она поняла всю глубину. Как бы, я такая, ну, понимаете, я, как бы, ну, сначала, такая, я говорю, мало что знаю, ну, так, чтобы мягко. Она говорит, да, здесь никто ничего не знает. Я такая, ну, как бы, вы понимаете, что я вообще не знаю кардиологию. Она такая, да, да все, кто сюда приходит, сначала не знают, типа, узнаешь. Ну, как бы, она не поняла всю глубину. То есть, она подумала, что я шучу, Я не знаю, что она подумала. Но как банка говорит, ничего, не волнуйся, мы тебя научим, все будет хорошо. Я говорю, ладно. Ну и как бы и мне не давали пациентов, ну один день, потом мне дали уже пациента. Короче, ну и там был прикол такой, что мне поставили там, ну как бы надо мной там дядьку, который должен мне помогать. Такой дядька был, знаете, такой, ну что, детка. Ну примерно вот так. Вот. И я такая, ну только не это вообще. Вот. Ну как бы. И ну дядька такой, как бы, ну типа, ну чё, как бы. Ну и я понимаю, что он меня воспринимает, как бы, ну такую, знаете, блондинку, которая вообще, ну не алло. Ну как бы в принципе так и было, но я не блондинка. Вот. И ну он такой, говорит, типа, ну там иди, как бы послушай там моего пациента. Ну и вот так разговаривает вообще. И я сижу, думаю, как вообще, что делать. Ну и в итоге я иду, слушаю, ничего, естественно, не услышала. Три раза ходила к нему. Он, ну ничего, неужели вы не слышите, что как тиканье часов? Я говорю, нет, не слышу. Ну короче, в итоге, он такой, я говорю, скажите, что с пациентом? Он говорит, типа, ну сама там, типа, догадайся. Ну короче, я там начала что-то посмотрела, почитала. В итоге оказалось, что это ревматия, ну как бы, метральный клапан там, протезирование. Ну короче, смысл в том, что я знаю эту патологию с другой стороны, с педиатрической точки зрения. То есть, ну как бы, он с кардиологией. И как бы, и он такой приходит, и говорит, ну че, че расскажешь? Ну как бы, ну вот прям вот так, откровенно, да? Я такая сижу, и начинаю с ним общаться. А я молилась такая, говорю, бог, ну так отношения нельзя строить. То есть, ну как бы, ну он воспринимает меня, чтобы как коллегу, да? Как бы, ну а откровенные какие-то флирты там, не знаю. Ну то есть, так не должно быть. Я не хочу, чтобы у меня, ну руководитель, ну начальник был такой. Вот, и как бы, чтобы он меня так воспринимал, по крайней мере. Что, ну одну из, там, его девушек, которые там ходят, там, с которыми он там может пообниматься, там, еще что-то. Я такая думаю, ну так не пойдет. Вот, и, короче, и мы начинаем с ним разговаривать по этому ребенку. И я очень как-то так, бог так, четко так ему по всему. И, вы знаете, он так и стоял, и у него лицо так меняется. И он такой, да, коллега. И все, после этого мы были коллегами. То есть, ну и он воспринимал меня как коллегу. Он уже не воспринимал меня как, ничего не знаешь. Ну, совершенно напрасно, конечно, но, как бы, он подумал, что я что-то знаю. Ну, как бы, по крайней мере. И он, как бы, начал ко мне уважительно, ну, как-то относиться, да, то есть, по-другому, короче. Вот, и, ну, и там были, были вообще приколы. Ну, представьте, я вот пришла. И у меня, а мне было сложно учить всегда. Я учила очень быстро всегда, все. Ну, как бы, то есть, я не сидела вот так никогда. Вот. И тут у меня делать нечего. С 8 до 5 сиди, учи. Мне дали компьютер, дали библиотеку. Все, дали. Ты сиди и учи просто кардиологию. И я понимаю, что, как бы, мне надо, я почему-то подумала, что мне надо выучить ЭКГ. Единственное, что мне вот нужно, прям, хорошо. И почему-то думала, что если я выучу ЭКГ, я буду знать все. Совершенно напрасно, конечно. Вот. И я такая сижу, думаю, ну, сейчас я выучу ЭКГ. И думаю, ну, надо же, я же вот как-то вне кардиологии. Надо же, вот, прям, в глубину все, да. То есть, ну, не просто там ЭКГ. А вот я начала, короче, мне дают литературу только на английском. Потому что, ну, на русском считается непрестижно читать, как бы. Эта информация уже устарела. То есть, ну, как бы, они считают самую современную литературу. Она, естественно, даже у русских людей, ну, у русских ученых, она на английском. То есть, ну, как бы, все на английском читается. Дают мне стопки вот такие, как бы, сиди, читай. Я сижу, читаю. Вот. Ну, это, конечно, было удивительно. И я вот пыталась там всей тонкости, вот, в самую глубину уйти. И, знаете, и чем больше я в глубину уходила, тем больше, ну, оставалось вопросов. То есть, ты учишь, говорит, наука еще не изучена. То есть, ты доходишь до какой-то момент, а наука еще не изучена. Ну, то есть, я понимаю, что, как бы, никто не знает, как работает сердце. Вообще, никто не знает, как работает сердце. То есть, это все какие-то гипотезы, которые через 10 лет могут быть неверными. Ну, то есть, как бы, это все вообще, ну, как бы. И, знаете, у меня было такое чувство, что Бог меня туда привел, и теперь я должна все сделать что-то вот прям такое. У меня был такой напряг, потому что я не знала, что мне нужно было делать. Я не знала, за что мне взяться, как бы, потому что я ничего не знаю, да, как бы, мне еще пациентов дают, ну, там, как бы, я потом, не знаю, если время будет, еще расскажу. Вот, и мне дают, как бы, всяких, ну, как бы, это читать, все. И я понимаю, что, я такая сажусь и понимаю, что я, ну, ничего не могу. Я просто ничего не могу. И я сажусь такая, берусь за голову и говорю, Бог, я даже не знаю, как работает сердце, никто не знает. Что мне делать? Он такой, а ты чего меня не спросишь? Я-то, собственно говоря, знаю. Я думаю, а, собственно говоря, ты реально устроил его? Как бы ты-то по-любому, единственный, кто знает, это ты, как работает сердце. И я такая, ну, как бы, Бог, расскажи мне, вот реально расскажи мне, как оно работает. И, знаете, это потрясает, потому что, ну, он-то реально знает, как это все на самом деле происходит. Он знает, почему болезни, как болезни, что формируется, как лечить. То есть он все это знает. Это единственный проверенный источник информации. Все остальное, даже самая современная наука, это все догадки. Ну, только он знает, на самом деле. И я такой думаю, вау, как бы. И тогда у меня началось интересное путешествие в мир кардиологии, когда я начала учить кардиологию. Ну, Бог, Он знает мои особенности. И, как бы, и так интересно, я думаю, с чего начать? Ну, как бы, ЭКГ, да, там, ну, нужно учить. Ну, это приколка, конечно. И я такая думаю, что мне делать? Ну, надо, как бы, Бог такой, я не хочу от тебя каких-то сложностей. И, короче, я захожу в YouTube, набираю ЭКГ, и выходит 12 уроков, ЭКГ по силу каждому называется. Да, я не проверял. Я захожу на ЭКГ по силу каждому. Там вообще, я вот уже говорила, что я не... Если кто-то проверяет историю захождения на сайт, ну, как бы... Mail.ru? Да, там, Mail.ru, там, как бы, я там надгиб готовила группу, там, брачные игры дикобразов, там, ну, короче, всякую, куда делся ковчег, там, ну, завета. Ну, то есть, меня какие-то вопросы интересовали, я там захожу, я думаю, если кто-то читает, точно, куда я захожу, это вообще капец. Ну, то есть, ЭКГ по силу каждому, да? Я сажусь за компьютер, включаю наушники и смотрю, ЭКГ по силу каждому. Представляете, в НИИ кардиологи на YouTube. Я очень знаю, ЭКГ, я даже, да, там, знаете, такая детская презентация. Короче, мужчина, ну, как бы, за кадром говорит, я не уверена, что у меня вообще есть медицинское образование. Он там, говорит, вот это вот волнушка, это вот буковка П, да, вот эти, как, еще, голос такой, знаете, как из покойной ночи малыши, вот, прям, вот, для детей вообще, вот, прям, вот, прям для детей. И, как бы, и я сижу, читаю, так, некоторые коллеги, так, поглядываю, там. Узвлекаетесь. Че, че, ну, как бы, я не знаю, может, они даже не поверили своему голову, я не знаю. Вот, я сижу, это ЭКГ под силу каждого, как бы, ну, как бы, и, представляете, за 12 уроков я въехала в ЭКГ, то есть, я такая, чувствую себе силу, что я все могу, так. Так, я думаю, да, я сейчас говорю, сверну, тут у вас не и кардиологи. И у меня такая мечта, знаете, ну, это просто прикол. И у меня такая мечта, так, я думаю, когда-нибудь настанет такое время, когда ко мне будут приходить и говорить, Дениска Светлана Галерьевна, вот, ну, не можем разобраться, вот, подскажите, что здесь. И я такая, ну, это же элементарно, ватсон, да. И, как бы, представляете, прикол в том, что, ну, я такая сижу, у меня пациенты уже, пациенты со сложным нарушением ритма сердца, ну, то есть, как бы, там же не просто там ЭКГ, а там, ну, реально, там нужно хирургам дать направление, куда им идти, то есть, это серьезно все. Я сижу такая, поняла там, ну, такая думаю, сейчас я вам, ну, как бы, сейчас когда, ну, там, или такая думаю, ну, сейчас я подойду вот к этому парню, вот, и такая думаю, ну, скажу там, вот это же вот так здесь, да, и он скажет, да, молодец, как ты поняла, там, ну, и все тому подобное. Я такая думаю, ну, будет прикольно. И, короче, и мой семье, я с этим ЭКГшкой, он напротив меня сидит вот так в кабинете. И, ну, и я, я такая думаю, ну, почему бы мне не спросить его, где, ну, он учился ЭКГ, ну, просто как бы, ну, так, надо же с чего-то разговор начать. Я такая говорю, ну, как бы, вы это, где учили-то ЭКГ? Он такой, ну, говорит, я 10 лет к этому шел, сначала я один раз не поступил, потом второй раз поступил, он кандидат наук уже, как бы, второй раз я поступил, потом я два месяца в Швейцарии учила ЭКГ и три месяца в Париже. Это как бы... А такая, а ты, может, скажу? А я такая сижу, такая, да, ты в Париже, а я в Ютубе. Такая, как бы, а он, а что ты хотела? Это я, говорят, да. Думаю, надо как-то пересмотреть свои фантазии. Такая, да нет, говорю, подскажи сейчас ЭКГ. Ну, такая, ну, ему даю, он такой, ну, это же элементарно. Я такая, ну, да, да. Ну, то есть, как бы, как-то мой пыл как-то поубавился после этого момента. Ну, то есть, понимаете, там все такие люди, то есть, все научные руководители, ну, все ученые, они не просто такие ученые, да, то есть, это там уровень вообще капец. То есть, и я ЭКГ под силу каждого, понимаете, то есть, ну, капец вообще. Я такая сижу, ну, и, в общем, там было многое, как бы, и, ну, вот я тоже хотела одну историю рассказать. Вот, ну, в общем, мне дают, про пациентов. Мне дают пациентов, знаете, с Вольфа Паркинсона Вайта я лечу каждый день. То есть, каждый день, они 4 дня у нас лежат, и потом мы их выписываем абсолютно здоровыми. И то, от чего умерла Мика, я лечу сейчас каждый день. И, ну, как бы, я, ну, вообще, как бы, я тогда договаривалась, чтобы ей одели холтер, там, специальный мониторинг, и ей одевали при мне все это, и сейчас я одеваю этот холтер. Я консультирую тех людей, у которых есть Вольфа Паркинсона Вайта, и рассказываю их родителям, что если случится приступ внезапной смерти, что им нужно делать в этой ситуации. То есть, то, что случилось с Микой, и что с ней не сделали, когда ей нужно было. То есть, ну, для меня это, ну, как бы, ну, то есть, у меня как-то пазл сложился в какой-то момент, и я, ну, и много пациентов, которые у меня, которые мне дают со смертельными диагнозами, единственный шанс которых пересадка сердца. То есть, ну, и, представляете, какая ответственность, ну, тебе дают, да. Мне дали вот такого пациента с дилатационной кардиомиопатией, это девочке 5 лет, шухрия, и мне дали ее. Она была в Москве, была в Санкт-Петербурге, была в Новосибирске, короче, она где только не была. И, ну, как бы, маму плохо разговаривает по-русски, и ей нужно, ну, как бы, и мама меня спрашивает, ну, что с ней? Ну, знаете, ей не сказали. То есть, ну, как бы, ей намекали на то, что это, как бы, ну, 5-летняя выживаемость, если за 5 лет сердце не пересадит, то ребенок умрет. Вот, как бы, ну, и мне нужно с ней говорить, да, по этому поводу. И, ну, как бы, я говорю, что это сложное заболевание, там, ну, начинаю, там, ей говорить, как бы, что, ну, надо, чтобы она хотя бы до 18 дожила, потому что в России пересадку сердца не делают, делают только в Италии, а чтобы сделать в Италию, российское государство не оплачивает это, это нужно свои средства, у них нет этих средств. То есть, ну, ситуация очень плачевная. Вот, и, представляете, ну, я смотрю, а те же самые анализы, все, она проходит, как же в Москве, ну, то есть, я просто прихожу в какой-то момент к заведующему, так, ей историю ложу на стол и говорю, что вы от нее хотите? Ну, как бы, вот, ну, она бы просто сидела, ну, дома была, да, зачем ей, как бы, она из Фантомансийского автономного округа, то есть, ну, и, как бы, и она такая сидит с заведующим, и говорит, ну, типа, молодец, я такая думала, что молодец. И, в итоге, представляете, оказывается, что ей поставили неправильный диагноз, неправильно лечили. То есть, есть причина, которая вызывает следствие, да, ей перепутали их местами, и, как бы, прогноз, одно слово в диагнозе, от него зависит дальнейшая судьба этого ребенка. И мы поставили правильный диагноз, и мы ее вылечили. И, как бы, и, а у нее сердце пошло на восстановление, мы на домашней церкви у Тимура молились за нее, и, как бы, и у меня был тоже такой момент, потому что мама, она, как бы, ну, мне было очень страшно, потому что я как-то переживала за нее очень сильно. Я опять сделала то, что нельзя было, я привязалась сильно к ребенку. Вот. И, в общем, когда ей говорили, ну, там, что ее, там, будут оперировать, и, как бы, просто, там, ну, это просто, чтобы вы поняли, там, какой уровень, просто берут в бедренную артерию, заходят с катетером, ничего не разрезают, доходят до сердца, делают прижик один, и ребенок здоров. Представляете? А так, она бы умирала где-нибудь в другом месте. То есть, ну, вообще, капец. И мы, и я пошла с ней на эту операцию. Представляете, оперировать человека, когда он в одной комнате, а ты в другой комнате, дистанционно, там, короче, 3D-технологии, ты видишь сердце, ну, то есть, это вообще капец, это как в космос летать. То есть, такого уровня я вообще нигде, естественно, не видела. Вот. И, ну, ее прооперировали, как бы, а я маме, ну, как бы, ну, представляете, столько людей молятся, и, ну, как бы, ну, естественно, докторам нельзя, ну, говорить о своих религиозных убеждениях, да, то есть, ну, я не могла ее поддержать, и я ей написала письмо. То есть, я ей написала, что я не могу даже представить, как вам сейчас сложно, ну, что ребенок идет на операцию, как бы, и что, может быть, есть надежда, да, как бы, на что-то хорошее. Вот. Я ей написала, что я христианка, что за нее молится много людей в церкви, то есть, что, ну, как бы, и, ну, и вообще все вот переживания, пыталась ее поддержать. Потом, когда я вышла на меня там, я думала, если она с этим придет к заведующей, я вылечу отсюда быстрее, чем пришла сюда. То есть, как бы, ну, и это было бы без разговоров. Но она подошла, она обняла меня, начала плакать, как бы, ну, и в итоге, вот мы, как бы, иногда, ну, сейчас поддерживаем связь как-то, вот. Вот. Ну, это было просто одно из их. Вообще, таких пациентов у меня, ну, достаточно много. Вот. И мне, ну, начинают давать их. И представляете, те люди, которые были сначала... А, у меня были вообще такие, знаете, сложности. Ну, как, люди, как бы, не очень были некоторые рады, что я туда пришла, потому что... Ну, сейчас объясню, почему. Потому что люди, чтобы туда попасть, учились платно в интернатуре, платно в ординатуре, чтобы туда поступить в аспирантуру. Они старше меня, и я пришла туда, где они пытались заслужить что-то. И я пришла туда и пишу кандидатскую. Ну, как бы, и мне все вот так легко. И, знаете, я на рабочем столе оставила свою кандидатскую. То есть, ну, там, свою аннотацию, там, еще что-то. Я прихожу в один момент, и у меня все удалено. Зачем? То есть, как бы... Ну, а причем тебе в глаза все улыбаются. Ну, все хорошо. И я сижу, и, знаете, я в первый раз поняла... У меня прямо в Библии ожил этот момент, когда молитесь за врагов ваших. Потому что, мне показалось, вы что... Мне стало так их жаль, потому что они встали на пути Бога. Ну, то есть, как бы, и я думала, ну, вам очень не повезет. Вы передумайте, пока не поздно. То есть, потому что... Ну, дело не в том, что они меня задели. Дело в том, что, как бы, им будет очень плохо. Я понимаю, что, как бы, ну... И, знаете, одного из них уволили. Один человек ушел. Ну, не уволили, он сам ушел, уехал в Москву, вот этот парень. Вот. А другую девчонку перевели. А я все угорала, что... Ну, представьте, вот кабинет аспиранское там есть. И я пациентам говорила, там, зайдите в мой кабинет. Ну, как бы... Хотя я там еще на птичьих правах сама. Как бы, сейчас это реально мой кабинет. Да, вообще круто. Вот. И, ну, и там были вообще такие приколы. Функциональная диагностика. Ну, как бы, я решила просто помочь разобраться, там, вот эти холтеры. И мне такие говорят, ну, пойдем там, я тебе покажу. Показали, там, представляете, ну, там, шесть электродов, нужно прицепить, там, говорят, вот здесь вот компьютеры, туда-сюда, короче, ну, сюда зайдите, здесь нажмите, туда зайдите. Короче, одного показали, говорят, ну, все, следующий твой. Я сижу, а там дети после операции, там очень серьезно все, как бы, там, ну, это история смешная, ну, как бы, веселая, смешная, слава богу, но там серьезно реально какие-то вещи есть. То есть, ну, как бы, хотя для бога нет ничего невозможного, и это тоже для него не так серьезно, как мы думаем. У меня он тоже изменил в этом отношении, то есть я к смерти, к серьезным ситуациям отношусь по-другому уже, пройдя много чего, как бы, бог дал мне видение другое немножко. Ну, и, в общем, как бы, я такая сижу, думаю, мне бы вашу веру в мои возможности вообще. И, как бы, ну, и они уходят, и я понимаю, что я одна с этими аппаратами, там, сижу, короче. Ну, в итоге сейчас я отвечаю за функциональную диагностику еще туда. И, короче, знаете, помните, я говорила, что мы ходили с Мика консультироваться в кардиоцентр. Ее консультировала сейчас руководитель отделения, в котором я нахожусь, и она христианка. И, как бы, она не знала, что я христианка, я не знаю, знает она сейчас или нет, но, как бы, в какой-то момент она, у нее был отпуск, и она, как бы, через какое-то время пришла, и такая говорит, Аниса, ну, там много людей, она такая говорит, Аниса, тебе нравится кардиология? Я говорю, ну, да. Она говорит, знаешь, Бог тебя не зря сюда отправил. Ну, и для меня это было самое, вообще, что лучшее, что мне, как бы, могли сказать, потому что, ну, было такое ободрение на меня. Она почему-то в этот период так много говорила про Христа, хотя потом, сейчас она, как бы, ну, меньше так говорит. И те люди, которые были против меня, была такая ситуация, когда они просто кричали, на каком основании мы должны вам предоставлять, там, место, время, да, ну, то есть, на них давят, и они, естественно, как бы, и, ну, там, люди начали меня защищать, там, короче, вся какая-то... А я сижу не так спокойно вообще. Ты молчишь. Да. Чёшь. Как бы. И, в конце концов, знаете, мне сказали такую вещь, что мы заинтересованы в таком специалисте, как вы, мы готовы вас обучить, мы готовы, чтобы вы у нас работали. Мы хотим с вами сотрудничать. И, ну, как бы, это такая высокая оценка, на самом деле, то есть, очень высокая. Но одно из самых больших благословений, которые я поняла, и вообще вся эта история, она в большей степени показать только одно. Я когда думала, что Бог, ну, исполнять Божью волю, это значит делать то, что тебе не нравится для Бога. То есть, я думала, что Бог меня заставил, ну, как бы, то есть, я думала, ладно, для Бога я вот уж готова пойти туда и сделать вот это. То есть, я думала, что вот, я, как бы, буду заслуживать, там, или не буду заслуживать, но у меня не получалось, я расстраивалась, там. То есть, как бы, вот эта вся история, я думала, что я делаю, как бы, ну, у меня был один раз такой, как бы, я говорю, мне это вообще не надо Богу. А он говорит, ну мне надо. И я говорю, я не хочу это делать. Он говорит, ты не хочешь делать своё дело или моё дело? Я понимаю, что я уже не могу отвертеться. То есть мне казалось, что это определённое насилие надо мной. Вроде как бы надо, но что Бог хочет меня заставить что-то сделать. И я должна это делать, потому что я люблю Бога. Самое большое откровение, которое у меня было, я сидела в какой-то момент, и я понимаю, что я нахожусь в том месте, в то время, когда Бог создал мой мозг так, чтобы он работал там. Именно так. И чтобы всё то, понимаете, всё то, что раньше рушило мою жизнь, то есть это как мартышка очки, тебе давил какой-то талант, и ты его туда-сюда пытаешься применить, и не можешь, и не реализовываешься, и как бы тебе плохо от этого. То в этот момент я поняла, что Бог, Он всё это сделал, просто чтобы мне было хорошо. Вот уже спустя пройдя этот путь, я сидела там, и я поняла, что мне так классно там, что я там реализуюсь, то есть что мой мозг там на своём месте, что Бог и вот сон, и только Он знал, где это место, где я смогу реализоваться. То есть только Он знал, что мне там будет хорошо, что мне вообще, как в принципе, понравится кардиология, что мне это очень нравится. Я не знала, Он знал, что это так. Он знал, что, понимаете, я думала, что может быть мне надо там где-нибудь потом проевангелизировать, кому-то что-то сказать. То есть я думала, зачем Он меня там туда направляет. И Он мне сказал просто элементарную вещь. Он говорит, я просто хотела, чтобы тебе было хорошо. Я просто забочусь о тебе. И знаете, я поняла, что всё это, всё это Он готов ради одного человека сделать. Он не просто готов, это не важно, я или кто-то из вас, или кто-то из нас. Это просто Бог такой, Он готов для каждого из нас всё перевернуть, Он готов горы свернуть, Он умереть готов. Он умер за каждого из нас, и это реально. И это не какая-то абстрактная вещь, что где-то там Он готов это сделать. Он для каждого нас сейчас готов всё, что угодно сделать, лишь бы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы, чтобы мы жили полной жизнью, а не вот этими отрывками, обломками, какими-то благословениями, которые мы пытаемся как-то сами реализовать. И это было таким, ну то есть я не знаю, понимаете, Бог, Он такой любящий, я даже не знаю, как это передать, мне так хочется, чтобы для каждого из вас это так было, потому что, знаете, у меня был такой период, вот Бог вообще в мелочах даже проявляется. Представляете, я одну ночь, я заболела, у меня была температура, и мне было так холодно, у меня не было тёплого одеяла. То есть я лежала, у меня вот так аж трясло, и я не могла нигде взять это одеяло, я лежала на полу, и у меня вот так вот холодно было так сильно. И я лежу, ну такая думаю, ну как бы ладно, ну значит замёрзну от холода, там, ну как бы умру, там, ну ничего страшного. Вот. Вот. Почти вот хорошо. Да, и знаете, на следующий день я прихожу на работу, и мне пациентка дарит одеяло, вот такое большое. Такая, говорит, и она так сама смущается, что она дарит одеяло, как бы одеяло вообще не дарит. Вот. И она дарит мне одеяло, так смущаясь, такая говорит, ну вот вам одеяло. И оно было такое тёплое, и я поняла, что Бог, Он готов всё, что угодно сделать, не только такие чудеса, Он готов заботиться о нас, лишь бы мы доверяли Ему в каких-то вопросах. То есть, чтобы мы, Он знает лучше нас, что нам нужно, Он знает лучше нас, для чего Он нас создал, и для, в каких ситуациях мы будем чувствовать себя живыми. Я в первый раз в жизни почувствовала, что это значит быть живой. Я в первый раз узнала, что это значит, ну сложности, горести есть, но что это значит проходить это с Богом. Что полнота жизни, она в Боге, и что, как бы, что бы ни происходило, самое лучшее, что нам может дать происходить с нами, это то, что может дать только Бог. И только Он знает, мы можем себе планы настроить вообще идеальные, да, как у меня, например, с Санкт-Петербургом было. Но, как бы, то, что Бог сделал здесь, это в 350 раз лучше, чем то, что, как бы, могло быть там. Знаете, у меня в пятницу, позапрошлую, да, была защита темы кандидатской. Вот, я выступала перед профессорами, там, перед кучей вообще людей. И, знаете, и те люди, которые были против меня, да, в этом, они пришли меня поддерживать. Они там за меня заступались, там вообще битва титанов была, а я сижу, как зайчик там, мне вообще, как бы, я сижу, улыбаюсь, машу ручкой, как бы. Ну, и, знаете, чудо, я не знаю, может быть, Бог захочет, чтобы я защитилась, может быть, Он не захочет, но дело не в этом. Дело в том, что Он такой заботливый о нас. И если вот сейчас, ну, как бы, Бог скажет, да тебе все это не надо, там, поехали в тундру, поехали в тундру. Ну, как бы, там, ну, то есть, если Он скажет, там, вот, может, вот сюда, поехали туда, что хочешь, самое главное, чтобы ты был. Ну, то есть, и, знаете, одно из таких вот чудес, представляете, у меня еще говорят, что, ну, у меня защита кандидатская на следующий год планируется. Я могу защититься в 25 лет, хотя обычный срок защиты это 30-33 года. То есть, такого не бывает, такое заслужить невозможно, такое сделать самому человеку, выслуживаясь, невозможно. Было ли это, знаете, вот там многие люди, они потом на меня смотрят, там один парень, он со мной вместе закончил, он, короче, он специально дружил с другом профессора, чтобы, как бы, туда, он в итоге сдавал экзамены, не поступил, потом как-то какими-то махинациями он все-таки поступил туда. И когда мы с ним в одном отделении встретились, он ниже меня на статус. Он говорит, как? Примерно вот так. Ну, то есть, как бы, как ты, как так получилось? То есть, ну, такого, ну, это невозможно. Было ли это справедливо с точки зрения знаний? Нет? Было ли это, ну, как бы, а, знаете, мне так интересно, мне спрашивают, какие у тебя связи, какие у тебя связи, как так можно? И я, да бог вообще, просто, ну, как бы, ну, как бы, никто мне не верит, в том плане, что я, ну, как бы, без каких-то вот суперзнакомств, да, да, да у меня самое крутое знакомство — это бог, который мог вообще всё свернуть, расформировать, сформировать, когда надо, там, не знаю, всё, что угодно сделать, просто чтобы мне было хорошо. И это, и дело не в том, какая я, дело в том, какой бог. Он просто такой и есть. Он для каждого из нас такой. Он любит нас. И он нас создал уникальными, понимаете? Мы очень стесняемся быть собой. То есть мы стесняемся, мы думаем, ой, это наш недостаток. В наших немощах бог сияет ещё больше. То есть, как бы, в том, что я не знала, в том, что я... А, если честно, ну, я расскажу просто ситуацию, вот как в немощах бог сияет. Была такая ситуация, прям в ней кардиологии. Я, знаете, сколько раз там тупила, ну, в смысле, в том плане, что, как бы, но всё оборачивалось, что чуть ли не я самая лучшая вообще там. Короче, была ситуация такая, мне там УЗИ-диагностика нужна, ну, как бы, научная работа связана. И, ну, короче, и там целый этаж функциональной диагностики. Она мне такая даёт в руки аппарат, я такая, говорит, держи, он 2,5 миллиона датчик стоит только. Я стою, держу, как бы, ну, и там программы, они очень чувствительные. То есть там итальянские, ну, то есть такого вообще в России нет, как бы. Вот моя тётенька, которая научная работа, очень продвинутая, она в Германию только ездит специально, чтобы вот эту программу изучать. В России ещё никто ничего такого не делает, поэтому это всё так, ну, ноу-хау, да. Как бы, и она, ну, как бы, ну, и, представляете, ну, она сидит, там УЗИ смотрит, там что-то рассказывает. Такая говорит, ну, а там это итальянская, ну, короче, много компьютеров стоит, техника всякая. И она такая говорит, ну, элементарное, да, действие. Они, встань, выключи свет. Ну, потому что светло, нужно посмотреть на экран, чтобы тёмно. Я говорю, хорошо, выхожу вот так просто, смотрю, как бы, на этом, ну, со стороны двери, как бы, ну, то есть из кабинета выходишь и перед кабинетом это выключать, как бы. И там, знаете, такие, как бы, рычажки вот так стоят. Ну, то есть, как бы, я думала, что это, знаете, как в этом, в Академгородке там свет выключается вот так, да? Таких? Да, да, типа рубильников, да, да. Типа рубильников, ага. Я такая стою, она такая, Аниса, выключай свет. А я стою, там много таких рубильников. Я такая думаю, ну, как бы, на какой из них нажать, интересно? Это было угадать. Да. И она такая, ну, чё ты там тупишь-то, выключай. Я такая, ну, как бы, не знаю, такая, ну, Аниса, как бы, ты чё? И я такая беру, такая, тым-тым. И, знаете, как-то так всё запикало, так интересно. Как-то все мониторы погасли. Вообще, там, наверное, компьютеров 20 минимум стояло. Вот так, вы представляете, компьютеры как-то погасли, потом начали загораться. А она слилится этим датчиком. А я, ну, да, я как бы, а я не то, чтобы вот так, как бы, а я вот так сделала. То есть, как бы, ещё большой перепад. И я такая стою, и, как бы, она выбегает просто, и такая, ты чё делаешь? А там, оказывается, за дверью был обычный, выключатель, а это был рубильник. Я такая стою, как бы, ну, как бы, а на этом аппарате, который самый дорогой, был бесперебойник. И поэтому с ним ничего не случилось. А вообще, теоретически, ну, понимаете, ну, вот, ну, как бы, слово как... Ну, ладно, неплохое слово мне вертится относительно меня. Ну, как бы, не буду его говорить, но вообще капец. Ну, то есть, и я такая стою, просто, ну, слава богу за мою выдержку. И, как бы, ну, она такая возвращается. А, ну, так она стоит, мы всё, выключили свет, как бы, она подходит в шоке вообще. Начинает, как бы, это, ну, там, ну, как бы, у меня что-то спрашиваете, и я ей говорю, так на чём мы остановились-то дальше? Говорю, ну, вот это, да, позиция, чё дальше-то там? Короче, и, ну, она в шоке, она не знает, как реагировать, и она начинает мне отвечать просто. Ну, да, и дальше, как будто ничего не было. Ну, то есть, смотрит там, потом сбегает лаборат с такими глазами, чё случилось? Она такая, не, ничего, всё нормально, короче. Хотя, вообще, этот человек мог порвать, прям, там, на месте вообще, на кусочки просто. Вот. И, ну, как бы, и она такая говорит, ну, я такая спокойная, я такая думаю, ну, ну, чё, ну, со всеми бывает. Потом из кардика выхожу, мне как накрыло, я такая думаю, ну, блин, если это был самый быстрый способ устроиться на работу в кардик, швабра у меня есть, пожизненно я буду там работать, чтобы отработать вообще светотехнику, светотехнику, которую я там могла закосячить, но Бог охраняет даже на этих этапах. Понимаете, Бог, любящий Бог, даже несмотря на то, что я тогда говорила, Бог, я не хочу это делать, Он, как бы, Он даже к этой молитве был чувствителен, то есть Он, зная, что для меня это самое лучшее, Он учёл даже мои вот эти переживания, да, ну, как бы, мою надежду на то, что Он избавит меня от этого. И Он реально избавил, но, как бы, Его намерения всё равно были благими всегда, как бы, как бы мне это ни казалось сложным в каких-то периодах, как бы мне казалось, что это не воля Бога. Я знаю, может быть, я и не туда шла когда-то, но я знаю, что Бог поправлял меня. Даже если я делала глупости, Он всё равно меня поправлял. То есть дело не во мне. Ну, вот, как бы, в принципе, это одна история, которая, ну, это работа. Есть другие истории, которые более, может быть, ну, как бы, глубокие, в том плане, как бы, ну, нет таких вот явных, хотя есть явные, очень много ещё явных каких-то вещей. Но я просто, почему я поделилась? Потому что Бог, Он любит нас. Его воля действительно благая, угодная и совершенная. И Он лучше знает, что надо для нас. И Он поддержит, Он никогда не даст испытания сверхсил. И если что-то происходит, то это тоже во благо, потому что любящим Бога всё содействует ко благу. И Его пути выше, чем наши пути. Как бы мы ни старались себе нафантазировать, как бы я логически не представлялась о пути, я бы никогда не думала, что, оставшись на самой дурацкой кафедре в университете, профессор с этой кафедры будет подругой, ну, с ней кардиологи. То есть, ну, это вообще нелогично. Но Богу вообще, как бы, всё это под силом. И сейчас вот я в НИК кардиологии работаю, иногда сижу, думаю, вот, как я вообще здесь очутилась. И причём, как бы, у меня есть свой кабинет уже, где я хожу, меня там воспринимают, как, ну, как бы, говорят о, они самохотим с тобой работать. То есть, и я понимаю, что я там, где мне надо быть, где мне нравится быть, где, ну, вот. В принципе, как бы, наверное, уже можно закругляться. Я бы хотела помолиться, потому что мне хочется, чтобы каждый из вас испытал это, а ещё лучше, если в 250 раз больше, чем то, что мне, ну, то, что мне обомтал. Помолимся? Да. Господь, я благодарю Тебя, Боже, Ты превыше всяких слов и превыше всяких сравнений, Господь. Твоя любовь, она необъяснима. Она незаслужена, Господь. Она такая, это самое лучшее, что может быть в жизни. И я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты даже Сына Своего отдал для того, чтобы мы жили вот такой жизнью, полной жизнью, насыщенной жизнью, Господь. Мы всё равно все спаслись, Господь. Но Ты не просто даёшь нам спасение, Ты даёшь нам жизнь с избытком. И Ты хочешь, чтобы мы жили, чтобы нам было хорошо, Господь. И если нам сейчас не очень хорошо, это значит, что просто мы не доверили что-то Тебе, Господь. Потому что доверяя Тебе, Ты всё обратишь во благо. Ты сделаешь для нас самое лучшее и дашь нам самое лучшее, Господь. Потому что Ты заботишься о нас и любишь нас, Господь. Я прошу Тебя за каждого человека, который здесь находится, Господь. Очень сильно прошу. Это такие прекрасные люди, Господь. Это такие прекрасные Твои творения, Господь. Такие уникальные, такие любимые, Господь. Я прям чувствую эту любовь к каждому человеку, Господь. Это Твоя любовь. И мне так хочется, чтобы каждый здесь присутствующий почувствовал, насколько сильно Ты его любишь, что Ты готов всё для него сделать, чтобы просто ему было хорошо, Господь. И я прошу Тебя, чтобы мы могли доверяться Тебе, чтобы мы могли открываться Тебе, Господь, чтобы Ты наполнял нас, чтобы Ты зажёг в нас огонь Твоей любви, Твоей силы, Господь. Потому что мы Твои излюбленные дети, Господь. И Ты за нас готов порвать кого угодно, Господь. И я знаю это. И мне хочется, чтобы люди тоже знали это, Господь. Я благодарю Тебя за всех и за всё. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.